или то есть вообще комплексное обустройство предполагает что создание единой системы внешнего транспорта по мере падения добычи на месторождение пилоновского ему будет подключаться как раз таки ракушечных для поддержания именно полки добыча ну по проекту данную беру что по расчетам больше на что можно подняться больше восьми вернее не менее восьми ну хорошо все, закончите субботу? спасибо рецензия выдана заместителем начальника управления главным инженером управления эксплуатации трубопроводов ООО РН Ванхор Березиным Сергеем Юрьевичем работа выполнена должным образом автор работы показал способность ставить решать широких технических задач исходя из высшей сложности считает, что автор заслуживает отцов в отличные предпочтения квалификации модификации по специальности об устройстве и эксплуатации морских мельсегазов в искреждении научный руководитель Больков Владимир Владимирович да, я хочу сказать, что магистрант выполнил хорошую работу пою при этом достаточную самостоятельность он установил путем расчета на основе фактических значений технических выдачей не наложивает проект то, что максимальная производительность данного инженера превышает 8 миллионов ну, к сожалению, магистрант мне ответил что, почему мы можем нелегко тщательно вместе с несколькими вопросами на первых надеждах то есть наступит момент, когда у нас авторный вывод будет не выгоден и вот магистрант выполнил начать работу более того, он разобрался в принципах очистки нефтепроводного парафина потому что это очень серьезная проблема была авария на Кокшаге на второе время и предложил вот эту конструкцию поршня с каналом перетёпа, который препятствует накоплению парафина вынося ускоренным потоком жидкости по отношению к поршню вот эти вот обложения парафина и в итоге реализация комплекса этих мер знания гидравлических характеристик, тепловых характеристик в сочетании с механической очисткой очистки очистки которые повысит надежность он выполнил полностью в соответствии с планом работы и я считаю, что он заслуживает преступления на данный момент и моя аценка это лично что у нас было все эти методики расчёта теплового и коммерческого расчёта спасибо кинякова следующий у нас киняков и переним дисферсионная работа на тему «Актомизация конструкции участий морских объектов обеспечения растворения на учениках в основном работе в год в 1 марте» да это т.е. оптимизация конструкции Апланштейновских обетных баскорств, населения Ракушечная. Муж и другие были Владимир Иванович. Известно, что расстояние мастерских газов и мастерских мастерских жидко-газов и мастерских жидко-мастерских жидко-газов, и особенно относится к мастерским мастерениям с сложными коронавиатическими условиями. При расстоянии мастер-рождения Северного Каспия, сейчас необходимо учитывать сложные климатические условия, это непосредственно рядовые условия. Необходимо учитывать глубины, здесь мелкология 5-6 метров, удаленность обдерегивых баз и сезонность между двух периодов. Целью работы катки является выбор хималит инструкции для управленных частей и местных объектов на наслаждение Ракушино. Сначала мы будем искать о Каспийском море. В Российской инвестиции Каспийского моря расположена миссия Ракушино на рецензионном участке компании «Лукойл». Там уже работают миссия Юрия Тричагина и Владимира Филомавского. Само миссия Ракушино будет идено в 2022 году, но уже на следующий день на судно-скорительном городе Каспийском море начинается строительство окончателей в первую очередь. Климат в Северной Каспийском море существует лидовыми условиями. То есть здесь не маленьких метров достигается минус 300 градусов, скорость света 40 метров в секунду, лидовый период достигает 140 суток и площадь льда на однолетний дат достигает 1 метр. В работе были рассмотрены основные диагностические соревнования, которые подходят для данных условий, и в первую очередь были рассмотрены искусственные острова. В Казахстанском секторе Каспийского море уже есть опыт этих остров, острова, которые используются для обслуживания. Но, как можете заметить на слайде, есть проблема связанная с льдом. То есть непосредственно образуется льдовое нагляднождение, что усложняет подход судообслуживания. На второй этапе мы можем увидеть защитные вермы, которые защищают от льда. Но во время подхода судообслуживания лед взламывается, снова слипается, расседает, и лед за счет того, что стоят эти защитные вермы, не выносится течением. Если мы говорим уже о российской части, то у нас отсутствуют в ближайшей доступности материалы для строительства искусственных остров, и с учетом сезонности и удаленности берега Урбас строительство острова затянется на много лет. Также монтаж обуви был немного сложнее и дороже строительство в заводских условиях. Поэтому был сделан выбор в пользу морских высоких платформ. В частности, для Миссарида Куршина была учитана опорные блоки профессионного типа. Их преимущество – это то, что строительство производится у нас в удостоверительных заводах города Астрахани. Существует возможность доставки опорных блоков и специальной платформы до точки постановки. И причем выбраны опорные блоки профессионного типа, а не колоннового типа. Потому что при опорных блоках колонного типа существует понтон в нижней части. И на мелководье, где глубина меньше 10 метров, а устав понтона стоит 5 метров. Отсутствует возможность ввода баржей и пересадки верхнего строения. Но, да, также уже опорные блоки основного типа используются на местоженнии Валимирского Москва. Но и также имеют свои достатки, связанные с массогребридными характеристиками. То есть необходим понтон, поддерживающий для доставки опорных блоков. Все опорные блоки являются отдельными единиц без какой-либо жесткой связи. То есть необходимо создавать транспортно-монтажную раму. Впоследствии ее срезать. И необходимо создавать защиту для удобно отключения трубопроводов и кабинных водок. На самом деле можно увидеть, как происходит транспортировка опорных блоков для неизверждения тела Москва. Соответственно, для волокоспийского канала глубина 4,5 метра и по документации пока необходимо, чтобы осадка была не более по 4,2 метра. Поэтому необходимо использовать поддерживающий понтон. Как было сказано, не требует строить транспортно-монтажную раму. Она не требует того, что, если мы будем ставить отдельно каждый блок в море, будет довольно пироматично поставить их так отключить. Потому что будут смещения от волн, течений, погрешных сдачных местоположений и человеческих факторов. А впоследствии необходимо также срезать транспортно-монтажную раму и утилизировать. То есть это увеличивает подъем морских операций и капитальный запрет. В линкводе необходимо обеспечивать защиту узлов подключения трубопроводов и кабинных водок от льда. Как раз таки показаны рисунки ниши, предназначены для узлов подключения. Однако работа водолазов требуется в условии замкнутого пространства. Эта работа опасна и практически исключает использование проектов дополнительной техники. Но помимо связанности с портировкой и подключением трубопровода существует также проблема воздействия льда. Мы с вами можем уже увидеть опыт использования архомоблока кислородного типа на все иневиры и отчаянины. И как можно с вами заметить, существует огромное ограждение льда. В данном случае, вы можете видеть, что лед превышает кромку ледовой защиты, непосредственно здесь вот, а кромка ледовой защиты находится на высоте 6 метров от уровня моря. Таким образом, эти награждения льда могут осложнить подход суда обслуживания и эвакуации персонала. Но, опять-таки, посмотрим сюда и увидим, что здесь есть окорные блоки колонного типа и в данном случае отсутствуют эти же самые награждения льда. Поэтому в своей работе я предлагаю использовать для натяжения допущенного окорные блоки колонного типа. Их преимущество – они прозрачны для льда, то есть отсутствуют какое-либо скопление льдов. А фонтон, который расположен в фонтон, обеспечивает жесткую связь, то есть отсутствие необходимости в создании транспортно-монтажной раны. Колонны имеют мало диаметра, соответственно меньше льдовой нагрузки, меньше металлоемкости. Небольшая осадка позволяет транспортировать их по влогроспельскому каналу. Но, опять же, как было сказано ранее, недостатки. При глубинах, меньше чем 10 метров, при высоте плантонных 5 метров, отсутствует возможность завода большей средней строением, затем ее осадка и губы. То есть, что было. Но, ограничения с этим можно соединять путем заглубления опорного основания в грунт. В зависимости от глубин, можно, я считаю, это не по ним поставить, но при полном погружении под туманным грунтом он не будет ограничивать заход в барже, между колоннами даже при минимальной глубине моря. При помощи заглубления можно также снять увеличение по защите трулопроводов. То есть, как раз таки, уже есть опыт заглубления гранатических сооружений. Это райзерный блок, как же линия Владимира Павловского. Опыт гранат был заглублен. И это значительно упростило подключение и значительство провода под льда. Были проведены расчеты, которые сравнили до нагрузки на опорожение как колонн, так и крессионного типа по разным странам, как по отечественным, так и по зарубежным. И расчеты подтверждают эффективность использования полных блоков колонн, так и крессионными. Ну, как опять же сказано ранее, основные имущества – это прозрачность, легкость транспортировки, меньший диаметр и в зависимости от того, что будем заглублять, упрощено подключение трулопроводов. Также при заклублении опорных блоков можно создать впутывание предвыщего водозабора. В данном случае предвыщего водозабора решит проблему с расположением водозабора, потому что необходимо вот так располагать, чтобы не было попадания льда с поверхности, так и донных отложений. Также на водозаборы обязательно нужно устанавливать трубозащитные устройства, но они засоряются, их необходимо периодически чистить. Но если мы будем заглублять, засыпать определенным грязным песком, сам по себе этот расставство будет считаться фильтром губой очистки. Мы не интересуем попадание льда, попадание мальков лифт, попадание донных отложений. Кроме того, увеличится КПД теплообменников за счет краски забора воды с донных слоев, которые имеют более низкую температуру. Был выбран наиболее оптимальное расположение дренажного устройства и, естественно, внутри опорного основания. Такое расположение позволяет снизить риски при транспортировке опорного основания до почки постановки. Для длительного материала была использована форма вторая гердальная скважина, и для племенального нижнего слоя предлагается использовать грязь, поверх него засыпать крупный песок, а сверху рассыпать чистый песок. КПД теплообменников за счет краски наиболее подходящим вариантом являются мазки для строительства данных платформеров. Это связано с тем, что искусственные острова, вот что они находятся дороже, сроки строительства остров больше, и значительно все это приводит в удражание и откладывается в начало эксплуатации. Обык эксплуатации планоблока кислородных показал их недостатки. Это большая площадь грязи стоит высокий льдовый нагрузки, и перед ними образуется скопление льда. Защитывая масса кислородных блоков увеличивает осадку и усложняет краску по волокоспийскому каналу. А для их краску, то и точечная посылка не может делать с краской на данной раме, которую потом необходимо срезать. В работе предложено использовать опорные блоки колонного типа с заглублением фонтона, на глубинке, которые обеспечиваются только от баржи между колоннами и пересадки верхнего строения. Заглубление опорных блоков колонного типа позволяет использовать их преимущества и использовать на сверх малых глубин. Расчетами подтверждено, что опорные блоки колонного типа имеют меньших с инвестиционными осадками льду, а они создают только нельзя, и их малая осадка позволяет транспортировать их по ОК и спискам каналов. Работа предлагается использовать котлован, который становится в опорный блок, для станет подростков, привычных заработок, чтобы поступать с тумью в фильтр с другой очисткой. Энштейн Булак, acho аппарата, спасибо за внимание, и разрешу у тебя вашу вопросы. Скажите пожалуйста, а вы как-то, каким задавались весом ваши кладки? Если не ошибаюсь, 2000 тонн было опорно на основании полного типа, а для пессионного – 3300 тонн. Это основание, а то, что дна по основанию, то есть? Это я не осматриваю, я осматриваю, именно опорную конструкцию. То есть в данном случае мы транспортируем сначала опорный блок, потом же делается переставка. Ну, я почему-то спросил, потому что когда мы делаем опоры, нам надо представлять себе, сколько же должны эти опоры выделить. И в конечном счете, наверное, диаметр этих опоров будет 10 ответов всей конструкции. Да? Да. Спасибо. У меня был, да, маленький вопрос. Там третий слайд, откройте. Он маленький. Он третий в самом начале. Вот. Первая фраза, как я прочитаю. Минимальная температура достигает минус 32 градуса. Градуса. Вот, февролет большой был. Почему февролет большой? С уважением. А? С уважением. Ну, случайно опечатка. А? Да. Вот, видите, да. А можно сказать немножко, мне очень понравилась работа, потому что она вот, она системная такая. с ним проработка, с собственным элементом, который был задан. Ну, и впоследствии, какие-то вопросы установлены. Монтированные. Эти виктора. Чтобы майкопер сочетать. Который никакого отношения не видит. Ну, нет. Вот это вот мне очень понравилось. Как комментарий вообще. Минус 32 вообще вызывает сомнение, наверное. Ну, это в самом деле. Для какого-то года. Конечно. Поэтому с большой буквы. Там большая буква. Потому что это не стоило. Пятероид. 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 У меня вопрос вот как раз. Вот по поводу конструкции подростного водозавода. Это ваша идея или это идея чья? В целом, с Владимиром Ивановичем мы здесь обсуждали, чтобы мозг к этому привести. Но дело в том, что для решения тех задач, которые вы исключаете, для этого не обязательно строить подростный водозавод. Тот более, куда идет эта вода? Надо гнетать? Нагнетать в принципе. Нужно. Нельзя. В этих водозаводах. Ну, вот это очень просто. Да. Решетка будет в процессе засориации. Может выпусаться не для заблокирования. То есть, даже вот здесь вот нужно обратить внимание. Мы начали вот перерычать. Здесь нагружение льда, которое не позволяет попасть в воде. То есть, это может просто блокирование произойти. Мы не против. Просто условия конструкции. Это же работа на дворе. Котлова. В этом забору. В данном случае, котлова не будут тихо лям вырыть, потому что будут использоваться земля снаряды, которые подкладывают для уплатки троукровода. То есть, это будут комплексно сразу вместе приезжать. Все делают. В данном случае, затраты. Нет. А нужно разномальное решение выбирать. Может быть, какие-то условия выставляют. Может быть, это будет просто второе дело. А так, в общем, вырезается дырка, вырезается сетка и всего. Ну, как раз, если располагать там ни у кого там пять метров глубина. То есть, нужно, скажите, допустить, чтобы не было подсасывание снизу и подсасывание сюда сверху. Магаза Борисовича, не заставляю. Магаза Борисовича является основной, главной проблемой, когда используете даже самопознанную здоровье, что нас к негалозных и словам. А то есть, я совать, она в турбе речи. Он пробует посмотри, чего. Это самостоятельно как бы тело в отделе можно было быть. Сглава посвятить к этой проблеме. Он как всегда проблем не может. Просто, честно говоря, я потерю три-четыре года, Я хотел задать вопрос на такой комментарий, я просто, я тоже вот эту вещь, я его как-то информационно смотрю, потому что там какие-то по-моему английские слова, да? Мы могли, наверное, как-то суметь нагрузки их принести, тогда мы бы, так сказать, поняли, что вы действительно понимали, или вы сначала тоже где-то публиковали? Просто нет, сам себе, потому что какой-то сбор используется для жилинских сбор, для заборов в деревьях. Мы будем использовать для платформы. Молодой человек, мы сейчас занимаемся не просто замечанием. Пожалуйста, все эти слова переводите. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Рецензия, давайте. Рецензия должна отметить им генерального директора по сервисной поддержке активных в проекте «Зупримор». В магистрской диссертации рассмотрены основные типы обустройств для мелководных акваторий заметающих морей. Доказывает причинность определенных типов конструкций опорных блоков. Специальное решение по улучшению разработок для платформы. Работа выполнена неофорным должным образом. Автор работает соглас способность ставить решающую группу технических задач. Изгибает лишь должное. Считаю, что автор дослушает операционную отлично. И присоединяет квалификацию магистра под специальностью обучения эксплуатации мастерии председательных в проекте. Научный руководитель Бойко Владимирович. Продолжение следует... опорных блоков, потому что, когда мы рассматривали это, по надуманным причинам были отклонены эти конструкции, хотя они гораздо эффективнее в условиях мелководия, именно не так, потому что мы столкнулись с большими проблемами, связанными с постановками на мелководье, и магистрам должны решить заблудить кокловану. Но вот этот недостаток, что требуется строительство коклована, можно реализовать в качестве преимущества, потому что на мелководье это очень серьезная проблема водозабора. Очень серьезная проблема. Поэтому вы видели, может быть, на предыдущем слайде, что платформа окончательно с двух сторон блокирована, поэтому сетка в виде забора защиты, она не решает проблему, то есть действие, в виде двухсторонной формы. Поэтому вот эти предложения обладают как бы и навекной и практической ценностью. Помню, что я даже избыточно выполнил рядовые расчеты по шести или семи методикам отечественным, зарубежным, то есть разобрался в этом вопросе. И магистрант заслуживает присуждения моего квалификации. И мой сын должен у него отлично с ним работать. Он довольно активно выжимал все эти вот знания, чтобы ему пояснить, что это возможно, что это в том числе и всего этого. Можно, просто обязан ехать на северный лист. Владимир Иванович, я советую опубликовать вместе диссертант. Вполне. Вот она хорошая, понимаете, она вот к размышлению может побуждать. Это очень важно. У нас таких работ мало, которые там заставляют. Ну вот, что касается колонной конструкции, я могу сказать, это рассматривалось у Олег Пирова. Единственный аргумент был, что Кессоны уже прошли модерные испытания, а это требуется, это задержка. Задержка оказалась совсем по другим причинам. не последним проектом. Да. То есть, я понимаю, что я не знаю, что я не знаю, но при главе, да, да. А после, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Нет, надо это. А у Иванович Жиркова спросил. Вот по шести методикам вы проводили сравнение, а принимали в проекте по какому стандарту? Что мы пройдем на 70-е больше. Да. Ну, мы пройдем просто. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, уважаемая комиссия. Тема моей диссертации про влияние неопределенности на формирование геологических и гидродинамических моделей морских газов, комбинатных месторождений и метод их корректного определения. Хочу сказать, что в настоящее время рациональное решение по разработке месторождений уже невозможно представить без использования информационных технологий. И ведущими нефтегазовыми компаниями мира уже давно внедряются технологии умного месторождения, в которой присутствует постоянно действующая географическая модель месторождения, данные в которой поступают непосредственно с промысла в режиме реального времени. Все мы знаем, что разработки морских месторождений присущи малые объемы поисково-разведочного бурения. Высокая стоимость строительства эксплуатационных скважин, высокая стоимость разведки, порой сложные природно-климатические условия и высокие риски. Таким образом, когда речь идет о добыче углеводородов на морских месторождениях, работа в условиях неопределенности является неизвестной. И поэтому требуется высокая точность принимаемых решений и учет этих неопределенностей на всех этапах составления гидродинамических моделей. Как мы знаем, основой для создания моделей являются биологотехнические данные, результаты по исследованию скважин и так далее. И вот в рамках диссертации было решено разделить все данные и все работы, которые приводят к фильтрационному моделированию на три-четыре этапа. Первый – это те данные и те промысловые изомеры, которые мы получаем, они у нас обладают своими тонкостями, своими свойствами. Потом мы эти промысловые изомеры, исследования и так далее, их нужно проинтерпретировать, это второй этап. Эти результаты ложатся в геологическую модель, а потом геологическая модель, соответственно, на основе геологической строится и фильтрационная. И понятно, что каждый следующий этап используют данные со всех предыдущих. И, соответственно, при высокой неопределенности погрешность может нарастать и усиливаться к фильтрационной модели, если подходить. Тут более подробно представлено, из каких источников могут быть получены данные. И на картинке также представлена взаимосвязь, как между собой связаны и какие показатели в гидродинамической модели, в геологической модели задаются с помощью данных замеров или данных интерпретаций. В таблице также примерно та же самая информация написана, только по структурированности. Понятно, что каждый источник получения данных характеризуется такими параметрами, как охват, который имеет этот замер или исследование, его погрешность различного типа. То есть, если мы говорим о замерах, то у прибора есть определенная погрешность. Потом при интерпретации мы можем получить какую-то погрешность, ну и есть статистическая. Также есть еще один фактор, как изменчивость. В таблице представлено в зависимости от того, какой у показатель, какой может быть охват, какая погрешность замера и какая изменчивость. В работе я рассмотрел влияние неопределенности на основе Южно-Киренского нефтегазоконденсатного месторождения. Оно расположено в Охотском море на северо-восточном сельфе острова Сахалин. И оно удалено от берега на 35 километров, находится в 6 километрах на юго-востоке от Киренского месторождения Нива и входит в Киренс и перспективный участок. Восточная граница месторождения удалена от береговой линии на расстоянии около 75 километров, и глубина моря резко меняется в интервале от 110 до 320 метров. Хочу сказать, что Южно-Киренское нефтегазоконденсатное месторождение имеет очень сложное геологическое и тектоническое строение. Оно локализовано в тиригенных обложениях Верхнедагинского подгоризонта, и там выделены два пласта – это ДГ-1 и ДГ-2, которые являются продуктивными. Сейчас на месторождении пробурено 9 скважин – это две поисково-оценочных – это Южно-Киренское-1 и Южно-Киренское-2, и 7 разведочных. Вот можно посмотреть на картинках, скважины помечены, выделены красным. И каждый блок тектонический тоже залит своим цветом, для того чтобы показать, насколько сложное тектоническое строение. Понятно, что из этих 9 скважин старались по максимуму отобрать керны, провести все исследования, потому что, как я уже говорил, стоимость бурения на море намного выше. Из 9 скважин было подготовлено в сумме около 2000 образцов керна, которые использовались для исследования фильтрационных емкостных свойств продуктивных пластов. В таблице приведено исследование и итог на скважинах образцов керна по скважине, которые были использованы для этого исследования. В красном выделено наибольшее количество образцов, а голубым наименьше. И вот хочу сказать, что коэффициент пористости, который был как раз на образцах керна, определен по методу Преображенского, меняется от 15 до 28%. А коэффициент пористости, который определен газоволюметрическим методом, изменяется от 13 до 32%. И хочу сказать, что на гистограмме видно, насколько сильно у нас изменяется пористость в каких пределах по скважинам. Так еще и при исследовании и определении среднего значения пористости с каждой скважины было взято разное количество образцов керна. Поэтому можно сказать, что при определении среднего значения пористости мог происходить перекос определенный в сторону, если было взято по скважине большее количество образцов. Есть ситуации, когда было взято в несколько раз, в четыре раза больше образцов с одной скважины, скважины не керна, чем с другой. Вот. Коэффициент абсолютной проницаемости тоже изменяется в широких пределах, от 0,1 до 7000 мл. И вот тут слева приведена гистограмма распределения коэффициента абсолютной проницаемости. Тоже хочу показать, насколько сильно изменяется абсолютная проницаемость при исследовании керна, и насколько сильно изменяется остаточная водонасыщенность при исследовании образцов керна. Хочу сказать, что вот то, что на месторождении пробурено небольшое количество разведочных скважин, и то, что по каждой скважине получено очень сильно разняться результаты исследований фильтрационных и некрасных свойств, я хочу сказать, что детерминированный подход может быть не совсем оправданным в данном случае. И можно использовать уже вероятностное моделирование и задавать в каких-то определенных интервалах показатели, которые были использованы, а не какое-то детерминированное число. Например, применять не значение пористости 22 процента, а в каком-то диапазоне от 18 до 22, например, до 24. Гидродинамическая модель тоже осложнена была большим количеством разрывных нарушений. На слайде приведено распределение пористости в фильтрационной модели и распределение газонасыщенности. Как вы видите, очень сложная структура месторождений, очень сложная гидродинамическая модель. И, конечно, мной при анализе проектной документации были выделены риски и проанализированы, которые могут влиять и являются серьезными при освоении Южно-Киренского в нефтегазконбенсатном месторождении. Эти риски приведены на слайде. Это недостаточная достоверность построения исходной геологической модели и неподтверждение запасов. Недостаточная достоверность у нас включают в себя такие риски, как точность структурных построений геологических границ, правильность деления месторождения на тектонические блоки, проводимость тектонических нарушений, распространение фильтрационных инфраструктурных свойств в межскважином пространстве и так далее. Также неподтверждение запасов возможно в большую или меньшую сторону в связи с малым поисково-разведочным бурением. Хочу сказать, что плотность сетки скважин на Южно-Киренском месторождении довольно низкая, потому что шаг этой сетки от 7 до 11 километров. Основываясь на том, что существуют риски неподтверждения запасов, я решил провести подсчет запасов Южно-Киренского месторождения по методу Монте-Карло. Он позволяет как раз таки не задаваться каким-то детерминированным числом на выходе, а получить распределение запасов, распределение значения запасов. Запасы подсчитаны объемным методом. Я считал на основании данных из подсчета запасов от 2013 года сначала, задавался им. В таблице показано значение принятое при расчете при подсчете запасов в 2013 году. И, соответственно, я рассчитал три степени обеспеченности запасами. Первое это запасы, которые находятся на Южно-Киренском месторождении с вероятностью 90%. Второе число это запасы, которые находятся с вероятностью 10%. И третье это медиана, так сказать, с вероятностью 50%. Также, если мы не знаем конкретного, если мы не знаем в какую сторону у нас может проходить распределение запасов, можно посчитать с помощью критерия Swanson среднее значение, которое состоит из равных вероятностей по трем предыдущим полученным значениям с разной обеспеченности. И, как представлен график, частота распределения геологических запасов по данным 2013 года. То есть, это у нас геологические запасы в миллиардах и частота раз. Я посчитал геологические запасы тысячу раз, поэтому максимальное значение в тысячу и видно, что в интервале от 650 до 720 миллиардов у нас порядка 160 значений по результатам расчета получилось. Мною также было оценено, насколько полученные данные отличаются от подсчета запасов, проведенным в 2018 году. И можно сказать, что отклонение от подсчета запасов в 2018 году по среднему это 20% по геологическим запасам газа, по геологическим запасам конденсата по 17%. При этом, хочу сказать, что то число запасов, которое я получил в интервале от P10 до P90, в него вписывается значение из подсчета запасов в 2018 году. Подобный расчет был проведен уже на основе подсчета запасов в 2018 году. Я использовал входные данные в качестве входных данных, результаты подсчета запасов в 2018 года, и для него посчитал также запасы с различной обеспеченностью. Получилось, что результаты подсчета запасов в 2018 и среднее значение, которое было посчитано мной, отличаются примерно на 3-4% в меньшую сторону, а результаты подсчета запасов с обеспеченностью 90%, порядка 40%, в большую сторону, и от P10, с вероятностью 10%, где-то 25% в меньшую сторону. также приведен график биологических запасов газа на основе уже подсчета запасов 2018 года и расчета метода Монте-Карло, и в зависимости от частоты раз полученных. Я также хочу сказать, что экспериментальные исследования помогают снизить неопределенность в том случае, если мы на стендах стараемся добиться ситуации близкой к условиям конкретного морского месторождения. И задаваясь различными вариациями, можно повысить достоверность прогнозов показателей разработки месторождения и обеспечить проектную добычу. В заключение хочу сказать, что в период освоения нефтегазовых месторождений в самом начале степень разведанности запасов достигает только 50-60%, а вероятная ошибка неразведанной части составляет примерно 50%. И учитывая, что геолоко-техническая информация имеет вероятностный характер и существенно влияет на надежность и устойчивость работы принятых технологических схем, выбор решения по устройству является важной задачей. И вот, если привести пример исследования нефтяных месторождений Западной Сибири, то они показывают, что гарантированные запасы при обустройстве месторождения, вот ориентация на гарантированные запасы, когда мы занижаем запасы, исходим из показателей гарантированных запасов. Они могут приводить к снижению месторождений такой подход и ориентация на гарантированные запасы может привести к более значительным дополнительным капиталовложениям. И поэтому я считаю, что более рационально, принимая решения по освоению месторождений морских, учитывать вероятностные характеристики геологической среды и систему плата скважины объекта морского обустройства, трубопроводы и технологическая производственная инфраструктура следует рассматривать как единый комплекс. На этом все. Спасибо за внимание. Вы говорили, что есть неопределенность всех запасов, да? Вы оценивали, какой из параметров наиболее значим моему неопределенность наиболее я понимаю анализ чувствительности показателей да, в слайде в приложении приведены исходные данные, которые были использованы для подсчета запасов. К сожалению, график я не вывел чувствительности, но это в топ-3 я бы сказал, что входит площадь газоносности, коэффициент пористости и газонасыщенная толщина при оценке запасов. На основе когда я подсчитывал запасы методом Монте-Карло, я, соответственно, по каждому показателю я сделал тысячу симуляций подсчета запасов, то есть я тысячу раз подсчитал запасы. Соответственно, каждый параметр, который входит вот из этих в расчет запасов, тоже был подсчитан тысячу раз. И с помощью методов статистики можно определить коэффициент вариации, который коррелирует с этой чувствительностью и говорит о том, какой из этих параметров является наиболее важным. коэффициент вариации вам говорит о разбросленности, а не точности. А влияние не коэффициент вариации говорит, а другой параметр есть, который оценивает влияние на это дело. Может быть дисперсия? Да нет, там можно. Можно, да? Да. А можно, да? Да. Ну вот я согласен с профессором Харченко. Вы иногда путаете вещи. Интересная работа, хорошая работа, комплексная тоже. Иногда путаете вещи некоторые, понимаете, как и... А те, кто не очень хорошо в этом ориентируется, могут принять ваш тезис за конечное неопределенность. Утверждение? Да. Вы будете неопределенность точнее. Посмотрите, вот вашу фразу я это писал. Где-то здесь. Сейчас я думаю. Очень интересный ход. Поскольку велика неопределенность нескольких данных, требуется высокое и точное исчисление. Вот это я абсолютно не согласен с этим. Одного и другого. То есть одной другу нельзя противоречить друг другу. Согласен, да. Согласен? Да. Знаете, как я бы сказал, что высокая неопределенность может приводить к недостоверному результату. Совершенно верно. Потому что задавшись входными параметрами неправильно, мы получим неправильный результат. Согласен. То, что вы сказали до этого, она неправильная. Согласен. Чем более неопределенные данные, тем менее неопределенные и тем более неопределенные может быть расчет. Может быть, это корректно? Я имею в границе. Вы считали запасы и сказали, что по достаточно много, 2000 образцов в одной стороне? Да. можно сказать. Хорошо. И термополисис всего от чего-то до чего-то? От 16 до довольно больших. От 15 до 28. Да. То есть, грубо говоря, вообще-то это так. Если грубо говорить, средняя полисис такая, то можно запасы в два раза больше, в два раза меньше, в два раза меньше. Вы уверены, что 15 минимальные от 18. А так смотрите на гистограмм проста. Нет, это из того, что вы исследовали. А то, чего вы не знаете. А, ну, конечно. Конечно, да. Так вот. Да или нет? Это же тоже неопределенное. Это тоже неопределенное. Вот это неопределенное, как это? В такой ситуации нам остается задаваться хотя бы, да? Ну, мы должны сходить из того, что у нас есть. Понятно, что... Смертные оценки должны быть. Понимаете? Как вот в машинном обучении сегодня говорят, да? Вот мы сейчас, друзья, там, что-то говорили. Точность исходных данных влияет на точность прогноза, который получился с помощью машины. Если данные неточные, прогноз будет неточным. Если данные неведные, прогноз будет неверным. А вы на нем, мы же, заферозацию делали на эту дверь, так? Мы закладываем все в подвижер и потом говорим, вот так будет лучше. А лучше будет не так, а так. Вот поэтому вот здесь осторожнее с этими с неопреденностями и так далее. А так в рейске мне понравилось. Ну и все-таки надо посадить. Потому что фраза, вот эта вот, сейчас последняя. Рейск является следствием неопреденностей, в то время как неопреденностей взять на тече с собой какую-то рейску. Эта фраза, извините, не ваша. Она была давно высказана в суки и какой-нибудь. В суки, в усмехе. Для тех, кто это сказал первое, обвиньте так. У меня вопрос. Вы, пожалуйста, правильно ли я понял? Ну, как сказал Анатолий Борисович, есть некоторые люди, которые, ну, не могут сориентироваться иначе поедут. Я вот из всех людей хочу спросить, правильно ли я понимаю, ваша, вот, методика позволяет или позволила бы увеличить, ну, разодачи, или нефтодачи, увеличивая запасы, как я понял, да? То есть, используя вашу методику, можно ограничить количество разведущих сквад? Нет. Нет. А что вы тогда предлагаете в ваших расчетах? Что дает тогда для проекта? Ну, эти расчеты могут быть использованы и заложены в гидродинамическую модель, когда мы будем делать модель, и мы можем рассчитать несколько вариантов возможных событий. То есть, не когда мы говорим, что у нас запасы там 700 миллиардов, и мы строим, ну, делаем схему обустройства, схему разработки, исходя из этого значения. Можно также сказать, что у нас может быть, например, не 850 миллиардов, а от, ну, например, 600 в одном случае миллиардов, и триллион, ну, вот, если посмотреть, там, выглядит. Вот. И на основе этого уже попытаться заложить это в модель и создать как бы схему разработки и схему освоения в такой ситуации. Посмотреть, как будет вести себя еще и наша схема, которая вообще в начале принята сам, когда на одном числе на детерминированном. Ну, гидродинамическая модель это как основа технологической схемы, правильно? Да. Гидродинамическая модель строится на основании геологической. Да. на основании которой учитываются запасы. Да. ГКЗ и потом начинается работа по гидродинам строительству. Вы включили массив обработку по гидродинам? Нет. Нет. я прочитал просто суммарно для всего месторождения 2 ну, я бы при этом хотел заметить, что это совершенно два раза класса, а сейчас у нас характеристики очень различные. Спасибо. Вы хотели задать вопрос, да. Вы говорили, здесь разница где-то, ну, в последнем, да, на примере, 3-4% да? Это среднего значения. Среднего значения. И Вы сказали, что, в общем-то, имеет смысл, я так понял, что, в общем-то, такой малыш формат и все, скорее, просто, опираться на вот эти значения или я не на правильный значения? Я хочу сказать, что опираться нужно не только на среднее значение, но еще рассмотреть варианты с вероятностью 90%, с вероятностью 10%. Нет. Я понимаю. о чем Вы говорите. Если мы, мы потом можем посчитать среднее, по вот такой формуле, где, ну, если мы не знаем, какое у нас распределение, то можно, условно, так сказать, принять три десятых, четыре десятых и три десятых для разных распределений. и опираться на среднее. Да. Спасибо. И. 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 То, что это не обычаи нефти. Это на те месторожения, которые... А сюда мы, как я говорю, мескоррупционные составляющие 2-3 мёна должны заложить и должны получить ГАЗ, который пойдёт на СПГ, например. Там должны объёмы... А эндокомпрационный фактор, насколько это изменится, только Бог знает. Об этом и тема диссертации. Ну, Вадим, кстати, как соискатор, как магистральского, ну, по работе видно, как он на то, что он подошёл, так что, да, умничка, можно комментировать, что мне идёт? Вот я совсем согласен, только первый раз. Зачем же коррупционную составляющую притянули сюда? Без коррупционной составляющей. Без коррупционной составляющей. Неопределённость будет меньше, да? Меньше? За 91-е годы, с 80-го, вы будете искать. Я согласен со всем, что в полном рода, в первых раз. Он сказал, что работа не однозначно. Я сказал, что работа очень хорошая и однозначно. А то, что там неопределённость и так далее. У меня по этой определённости неоднозначно. Я это имел в виду, а не тот, в смысле, что... А тоже нужно заприкавать, и что он говорит? Да. Согласно. Спасибо, Владимир. Да. Приглашаем. Паку. Преподиссертацию. Изработка. Концепция. Освоение. Системы транспорта. Имиграцию. Дальше. Дальше. Наунического водителя. Дальше. Если кому-то понадобится высокая версия. Раз... Раздай. Раздай, раздай. Раздай. На первом ряду и на втором всё. Продолжение следует... 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 Мы разработали два категории, которые являются current и distance категории, чтобы обнаружить, что есть только три зона для исто-резистент гравитарной структуры. Unfortunately, we also reject this scheme, because of technical inefficiency, because of limitations in drilling. This one, we choose a substitute reduction system as a main scheme for development. On this chart, you can see number of welds versus cutlets. We hypothesized that if we will choose such modules with six welds, we will win in money instead of four welds. But we rejected this hypothesis, because we will win $400 million for installation, but we lose more than $1.3 billion for drilling, because of its complexity. That's why we presented a principal scheme of development using subsea production system, which consists of 28 subsea modules with four welds each. The pros and cons of this scheme you can see on the slide. Also, we presented a conceptual design for the gas treatment system for pre-compressor and compressor period of development of the drilling gas refills. We've done an analysis for transportation systems. We analyzed all possible ways to transport production from the field to the onshore, and decided that only two technologies will be good in our case. There are pipelines, transportation systems, and energy tankers. But we rejected building FLNG for LINGRASCO field, because it's a very good decision for the whole region, but not for only one field. That's why we chose a pipeline transportation system. On this slide you can see trajectories for pipelines that go to the region. To Bawanyinkov skyfield, and to Yamala energy plants. We developed these trajectories using Russian standards. For each endpoint of pipeline, we analyzed and choose only one. The most suitable, and they are presented on this slide. As you can see, the length of pipeline to Yamala energy is 295 kilometers. And for Bawanyinkov skyfield, 262 kilometers. Also, we calculated the flow rate for the whole field using this formula. And we assumed the main parameters of the pipe, such as inner and outer depth diameter, and also the volt thickness. And then we checked the volt thickness for the pipeline trends. On this slide, the table presented with main parameters of the pipe and other. As I mentioned before, we should develop protection skills for all subsea facilities. On this slide, you can see the results of our analysis. That's for subsea pipelines, we choose lane to in trenches. And for subsea modules, we choose a technology that's used in Terranova fields. It's Canada's field. Which name is green centers. Main idea of this method is to place modules on the holes in the seabed. And for conclusion, we developed a decision-making matrix. You can see it in the table. And also, main conclusions were presented. We choose for Leningrasska Gas Compensary Field Development using subsea production system, which consists of 28 parts with four spot modules. Then, we choose the end point of the pipe that connects Leningrasska Field with Balanenrasska Field. And then, we check parameters and develop the methods of protection of subsea equipment. It's not the end of the presentation. Before you ask me questions, I would like to express my gratitude to my supervisors. I'm very grateful to Uwe Tobias Ludmislav for his guidelines during my study. And also, I'm very grateful to Anastasia Zavotukhin for the knowledge and skills he passed to me. And now, if you have a reaction, I would like to ask a question. What does that mean? Can you have a question? Of course. Can you have a question? If you want to answer English, let me answer English. Yes, it would be great. If you have a question. Of course. First question. There is a question. In the 8th question. Схема погодной подготовки газа. Как я понял, вы будете использовать МТС, да? МТС? Низкотемпературная подготовка газа. А, да, да, да. Мне послушалась первая группа М. Да, это низкотемпературная подготовка газа. МТС. Значит, в качестве, значит, вариант, когда у вас просит, тогда у вас может кто-то доказывать. Воспользовался дататор или куда-то другой прибор для системы? Эти схемы были разработаны не нами, а специалистами газ-прома и газ. Вы не разобрали с ними эти схемы? Не совсем. Вопрос снимает. Вы о чем говорите? Она поменялась. Второй вопрос. 12-й слайд. Да. Основные данные для проникновения площадки стенки труб. Как возникает безопасность для этой площади? Какие параметры определяются в стенку стенки труб? Для подводного кнопка? Во-первых, дебет показывает, какой примерный диаметр нам нужно выбрать для трубопровода, чтобы его пропусканная способность была подходящей для данного месторождения. Основные параметры для вычисления площадки стенки трубопровода является перепад давления, давление в самом, между двумя концами трубопровода. Полщина-полщина. Потом давление внутри трубопровода и давление снаружи трубопровода. Правильно. А когда для подвода он проходит, что для подвода будет расстановить? Вы сказали про сухопутное, хорошо там, рабочее говорили, а для подвода он проходит, что разница на сухопутном? Тем, что там еще учитывается гидростатическое давление, глубина, на которой лежит этот трубокровод. Учитывается еще изгибы, условия прокладки. Какой способ из прокладки будет? Учитывается изгибы основные, они определяют кожу влиять. Слышали, это половина измерения? Да. Упоследствия. Скажи, пожалуйста, а как было определение 20,08 молоков по 40,00? Это также было предложено специалистами ГАЗПРОМ и НЕГАЗ. Анализа была проанализирована и сделан вывод, что это одна из самых эффективных схем для применения ПДК. Тогда я упрощу вопрос. Что является вашей собственной вложением? Собственные вложения в этой стране? Мои вложения – это анализ всей информации, структурирование и выбор решений для данного изображения. Тогда 13-й слайд, когда открылся? Да. Вот слева? Да. Это, как я понимаю, схему он спросит, да? Нет. Это схема для защиты подводных модулей и трубопроводов. Для трубопроводов мы приняли укладку трубопроводов в траншеи и последующая закопка их. А для защиты подводных модулей от айсбергов мы проанализировали все возможные методы и пришли к выводу, что самое оптимальное будет применить технологии, которые используются на месхождении терранова в Канаде, под названием буровые центры. То есть мы размещаем ПТК в углубление в морском дне, тем самым айсберги не могут нанести… Айсберги у вас проходят первые и последние слайды. Чтобы вы знали, как в формуле айсберги убывают. Он называется «Обломки айсберга». Не айсберга. Как вы понимаете этим названием? А на ней сайтами, туда третальчик недолго стоят, вообще нечего. Хорошо, но у меня вопросов-то много, а я купил. Можно вопросы? Да. Алексей, вы в Кузнестаде с лоб на работе, в хайкерах? Да. Вот. Вот эти технологии, которые вы понимаете, она, так сказать, так съедула, она это не съедула, и просто это взянула, вот, потом было уже несколько решений. Еще раз, какую технологию по подготовке газа? Ну, да, она была. Была, да. И не обсуждал. Такие варианты не обсуждались. Обсуждался еще вариант установки на суше завода по подготовке? То есть без подготовки? Я почему задаю? Свои воспреждения нет. Потому что Кузнестад является отцом технологии Cold Fluid. Он говорит, так, все задумался, вот, у меня интересно, потому что это уже будет не скоро, эта технология. Я все задумался? Нет. 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 У меня был вопрос один. Нет, не оценил он, но, если не ошибаюсь, конденсат инфарта – это содержание конденсата. Он представлен на одном из первых слайдов и составляет 18,6 грамм на сантиметре. Там 100 грамм на сантиметре – это scheıme CO2? А, что такие данные? Это 100 грамм на сантиметре? но эти данные были взяты на момент когда была произведена были произведены был произведен украине разрешен скажем сделан я не знаю не Я бы не вдавался в подробности именно номер стажа. Вы имели этот материал по третий стаж? Нет. Нет. Прецензия была представлена первым изластительным генеральным директором, главным машинером ООО «Артанец» в детстве на сфере литературы. Автором представлены возможные варианты добычи и инспектировок продуктов, обеспечить обеспечительность в детстве на самостоятельной межн LEAD gameD окажутся на предприятиях для предприятий актерии на этом году. в соответствующей статистике Арктического региона. Представлен расчет основных поражений в транспортной системе. Работа может быть представлена значительно в соискании степени магиции. Заслуживает высокой оценки и соискатель присвоения ему степени магиции. Научный руководитель Анатолий Борисович. Ну что, нам надо про больше-то не про то, что он сделал, а про не просто. Хороший парень, отличник на этой программе. Выполнил все работы, сдал все экзамены. Разно успешно, скажем, «Вассет, прошел». По поводу работы, вопроса Держанова Сергеевича. Четырех модулей. Четырехфотовые. 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 Почему они выбирают? Там было параллельное исследование. Проводили вместе с нашими ребятами бывшими, регистрантами по этой работе. Дело в том, что если брать вот такой же интересный лоток, мы иногда не все учитываем. Понимаете? То есть для эффективности чистого дохода, дисконтированного на, так сказать, про то что зависит, будет двенадцатислотовый самый хороший. Или восьми. Как только учитывать начинаешь подъемную, искусств подъемную операцию, установку модуля на одном море, волнение там, или вот там, все. Эти вещи сразу становятся менее интересными. Самое главное количество кранов и судов, которые в них привлечены. Конечно. И маленькие, и небольшие, и снизу. Так что, это еще одно просто подтверждение того, что в Нейгаз, ну там, хороший голод был. Они, может, этого не делают, но они точно правильно решили. В Нейгазе, ну, хорошо. Не, не. А, нормально. А, нормально. Так что, в этом принципе, я считаю, что заслуживает высокую оценку. Разобрался он, посмотрел в концепции. Это далеко, конечно, вот если говорить о концепции о тренингах. В Нейгазском изторождении там пока, скажем так, в едином мире по поводу основания концепции, там далеко еще до этого. Но генерация решений, и в миру, которые не ограничены приказами света, скажем так, по словам, да, то есть это возможно помечтать, что это мир. Это очень важно. Потому что их сработает исключительно в плане, как предыдущий, по-моему. Не мудалек, на месте дал помечтать человеку, он помечтал. Но он сделал такие важные, которые раньше люди задумались. Что-то на комиссии ГХЗ, где же по-другому. Ну, кто надо это? Как вы принимаете решение? Голосование. Понимаете? Эти посчитали 150, а они 200. И начинают друг друга. Ну так, все, времени мало, потому что он еще 10. Кто за? Все, давай, что через 5. И что это такое? Что через 5? Я вообще никакого отношения не верю. Хорошо. Понимаете? Вот. Это вот об этом нам нужно. Так что... Ну, я знаю... Это... Ну, это выражение. Ну, высокая цель, то есть, соответственно, значительно. Хорошо. Спасибо большое. Давайте дальше. Ефимов Николаев. Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. 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 it's been an even aplicable for Sakhalin 4 and Sakhalin 5 projects. And , ,, and, uhm, conclusions. cafe of the hot conditions with ice present Once technical development of it fuel is feasible. Estimated recordings will result is about 5 mars. Is... ...устimated mentally developed Andreas B kesylking method two post-load production units approved as most optimal, marketplace out by line, road from minimized carpex6- toys Tet � thế michный and, from this point, the project is unprofitable. но я хочу упомянуть другое, что более 0,5% КАФИК receбят инфраструктуру, которые могут быть использованы для условий технических profitable для крупных распродолжений, и которые могут быть использованы в условиях технических технологий, и также, как и ВАЛ, кАФИК investments могут быть использовали для использования всех полезных аудиторий и операций, в разных компаниях и проверенхирующих экономий, для того, чтобы уничтожить потенциалы, потому что их высокая важность для России, для нашего страны. Это все. Спасибо за внимание. На этом проекте подозревается, что есть морская часть трубопровода, создание берегового экономического комплекса и береговая. То есть это часть трубопровода, которая идет с севера острова до основного трубопровода, который направляется на терминовый красный. То есть вот эта часть, это все относится к инфраструктуре данной работы. Ну так подводные трубопроводы стоят 654 миллиона долларов. Да. Как там, они же, как могут использоваться эти подводные трубопроводы на проекте сохраняем других объектах? И это часть подразумевается для структур именно гигантско-высюканского моря, то есть структуры южно-высюканской у дачи. Потому что, как видите, оно с парой, с парой, с парой. Второй вопрос. У нас под парой добычей только по поводу меняется, да? Ну да, но, тем не менее, закачка газа также производится в газовую шавку, чтобы поддерживать давление в косте и, соответственно, проводить добычу в местах. По инжекции газа? Да, да, предложено такой вариант. Ну, ввиду того, что есть газовая шавка. То есть 0,25 был принят, да, по аналогии с адоптой в море, и также из рассчитанных, что представлена технологическая документация, которая возможна, это тоже 31-20%. Какой период вы рассматриваете? Рассматривался исходя из добычи, соответственно, это 15 лет. Потому что 15-го года 96% от всех начальных извлекаемых запасов будет добыть, 96%. И обойдем на 98%. А какая глубина в нашем проекте? Там варьируется, там колеблются данные, потому что не совсем точно, но от 110 до 130 метров. Сколько? 110-110 метров, 130 метров глубина мыра. А вот берега 50 километров. Сколько это вода? На ближайший путь. Один километр порядка 10 миллионов. Да. Да. Прошу. Прошу. Вот механизированный способ, ну как бы, полагается использовать газ, накачивая в шахту. Да, да. Шахта изначально есть? Изначально есть. То есть это будет просто... И какая толщина продуктивного хвоста? Лептинова. Тоже опять варьируется, нет точных данных, но я считал как до 20 метров. Там варьируется в некоторых участках. От 20 до 30. Ну вот если большая толщина, то очень серьезные проблемы будут с порывами газа. Да, ну это конечно, да. Вот. На этом предпочтительный, в этих условиях, там образуется. Другие способности. Это не разобрет. Спасибо. Если больше нет. Рецензия выжила первое. Рецензия выпена первермите совместительной генеральной среды главного инженера МОО «Окнет». Сергей Викторович. О. Порядка на работе в создании рассмотрения системы сборной нефти нефти и азбрей и возможно, концепция своей здороженной консультации, одной из культур месторождения гайканского и джеганского моря. Используем место налога и рассчитанность на исказательные средства. Работа может почти встать в защите на ССК и на степени магистров, заслуживать на сколько оценки от ССК и присвоение ему степени магистров. Наушный руководитель СССР был Анатоль Борисович. Анатоль Борисович скажет, я Николай? Скажу, да, скажу. Значит, у нас было два брата таких, а, и есть, собственно говоря. Один защитился 7 лет назад, в 12-м году. Ярослав Ефимович, да? Ну, тоже, да. А этот вот через 7 лет, значит, вот тоже, с подробностями пошел. Ну, это же прогресс. Тот уже на 2-х лет я работаю, издает интервью после мира, там, в Харске, 2-й, 7-й, более, 7-й, 5-й. И еженерные, так сказать, исследования проводят на скале. Научились работать с виду в айсмончику. То, что айсмончик называется «вводник айзерки». Даже, так сказать, с осадки до 120 метров. Я не знаю, что это бывает. Там не только одну, там есть целые массивы такие, даже с восточной части, спустя и, наверное, новой земли. Ну, есть такие моды, это не мои, да. Да, ну, это, да, ну, это про старшего. А про мальчик, ну, очень хорошо успевает. Видите, у меня очень хорошая антискеза. Хорошая, неизборчивая память. Видите, у нас все вопросы, включая их с лодом по-разному. Еще про этот вопрос. Ну, при этом все это оставляет. Теперь по поводу того, что, то есть, вот, отрицательный чистый подход получился. Ну, это естественный, да? Вот это естественный аджентат, который мы предполагали. Будет большой отрицательный негатив. Почему? Маленькое месторождение, большая инфраструктура, как разрушить. Поэтому вот этот подход, он давно уже, в западной компании не держалась, но мы тоже уже с полу, 10 лет, точно. Вот, тут, у него правильный последний выраж, что почти 50% это то, что работает, и мы не только на проект можем работать, и мы должны будем играть. И 50% это то, что, чтобы мы отворили, чтобы на своих словах, не только. Понятно, да. Чего отнять нельзя? 50. Ну, если бы на 50% было бы, по специальной затрате и спустойной расходы, тогда мы будем суббить с другими. И человек полетел бы очень хорошо. То есть, месторождение было очень хорошо. Вот его старший брат в 2012 году взял очень интересный обзор такой. Это давно было. Считать, что мы в России, то есть, на одной из первых стран. Если рассматривать, там несколько десятков месторождений в Каспуре. Если их рассматривать на оппозиции, как самостоятельно разрабатывать, каждый из них. Все они неопитивны. И существует технология неправильно, экономический все это. Официальный эффект народного хозяйства. Он пытался имени в Квассерах по близости и по свойствам, чтобы можно было некоторые, собственно, такие как подготовки транспортные. И тогда объединить. То есть, рассматривать не виды месторождения, некая виртуальная и крупная месторождение сочетается. И сразу же вот эти все месторождения пришли в разверт положительного народно-хозяйственного инструмента. Не меняя технологии, не меняя концепции, так сказать, закачивая на такой дороге. Эти детали остались именно знак после сравнения того, что вы делаете общий с божьей подготовки и общей транспортной системы какая-то. Канкеры или что-то. Один терминал. Все. Они сразу переходят в другую сторону. Кстати, у него практически такой же случай. Случка. Более маленькая работа, менее большая, так сказать. Вот такое. Мне работа понравилась с тем, что ты хочешь. Может быть, это не единственное что-то аппаратное заключение, такое хорошее направление. То есть, направляющий мозгинус. Надо думать правильное управление. Как посмотреть не активнее, а активнее там какие-то, 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 какие-то компании. В море надо объединяться и других. В основном просто ангидраться. Я считаю, что у него хорошая работа или доступная работа. Спасибо. 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 Александр Стабаншуев. Углашаю. Какие-то солдаты. Проректировали выходы мостских тревогов на берег и сферических уходов. Научный руководитель? Владимир Шанхуев. пока она не чела к сожалению ведь как он получает так что нет населения уходить и больше ребят и и и и и и и и я очень рад вам приветствовать вам мой мастер-тезис, критен под руководством Золадлитов и профессора Гуднистад, как результаты 2-летний дубль-дубль-бастер-проект. Топик о моем работе – Батлайн-шоу-кроссинг-approach в арктике. Энергия demandа будет увеличиваться 25% по 2040, и обширные не-конечности проекты будет играть критическую роль в соответствии с этим требованиям, и так будет в арктике региона. The construction of new infrastructure will be required in the Arctic Vision as well as the sub-sea pipeline. But the lack of much practice, the very fragile ecosystem, and lack of common international standards will make this development a technological and challenging one, and particularly in the subsea pipeline transition zones. Therefore, the aim of my master thesis is to analyze the characteristics of the offshore pipeline design in the coastline in the Arctic region. The work consists of two main areas. The first one is the description of existing project and use technologies. Then the review of Arctic challenges that influence the choice of shore approach. And the third part consists of the practical case with the potential between the rest of the field. And the last one is the environmental impact assessment and the risk analysis. Several Arctic projects exist nowadays in the Arctic region. Three of them are located in Bukert Sea. This is the North Star project, the Nikkei 2 project, and the O'Rourke project. All of these projects were constructed with the transition area, was constructed with the use of the trenching method. And the difference between the North Star project and the O'Rourke project is the specifications of this transition area. In case of North Star, obviously, the 90 degree transition. And in case of O'Rourke, the O'Rourke project one, it is due to the high cliff in case of the O'Rourke project. There are also two projects located in the Russian offshore. One is the transition, the sub-sea part of the Uchtaba-Nankala pipeline. And the second one is the Sahin-in-Wall project, which is not really Arctic, but sub-Arctic region. Also, the method of trenching with the use of catheter and corridor and wind walls to protect from waste and for the shoreline erosions were used for these two projects. Except trenching method, there exist two more. This is tunneling and horizontal-directional drilling that can be used in Arctic, but have never been used yet. The tunneling is based on the initiative tunnel, and horizontal-directional drilling combines conventional drilling and direction drilling technology. All of these methods have advantages and disadvantages, mainly associated with the environmental conditions. and the costs. Let's move on to the part with the Arctic Challenges that can cause and determine the choice of choosing the method. The first one to be considered is the right apps and file eyes that can damage the onshore infrastructure. and on the picture you can see the example for the North Star project. So therefore, it is very important to protect the shore area using the gravel paths and also choosing the right distance between where to locate the shore facility. To calculate the ice encroachment, the following formula can be used. Another important factor in the Arctic region is the protection from ice ridges that can damage the subsea pipeline in the near shore area. As it can be seen from the picture, and studies were conducted that ice ridges can appear even in the very near shore area. The most common method used to protect the pipelines from ice ridges scurrying is the burial of the pipeline. And in my book, the first model is recommended to use to calculate the burial path. Another important factor that I took into account and I think is very critical as well is the shoreline erosion. It's not secret that climate changes and the temperature increases. With the increase of temperature, the ice starts to melt in the Arctic region, and therefore creating more open water space and increasing the effect of storms, which definitely increase the shoreline erosion. If the coast is destructed, the pipeline in this area can lose stability and even be broken and damaged. It should be noted that Arctic, Russian Arctic, is located in the area with quite high erosion rate. On the map you can see that 58% of the whole coast, of the total coastline, is located in safe category, but 14% is in dangerous one. And I also highlighted those seeds that have potential for further oil and gas and hydrocarbon recovery. And as can be seen, some of the parts are also located in dangerous, in dangerous areas. We illustrated this implications with the practical case on the New York City field. And it's assumed that the field is developed in the subsea production system, and to transport the product, we use the subsea pipeline. First, we determine the environmental conditions that are presented on the slide, such as the shore and offshore geology, erosion rates, and the ice conditions in the region. Reviewing these environmental conditions, let us conclude that the method of mutant tunneling is recommended for this case, due to the very high leak in the area, unstable soil, presence of constant comfort, and fragile ecosystem. And seven major steps are required in order to build the tunnel. And even though the tunnel method is very expensive and complicated, it is less harmful for the environment. If we compare, for example, with trenching, where you have to excavate big territories. For the tunnel, you just have to excavate the lunch, and the starting and reception shaft. And then with the cutting body, cutting working body, you can, you construct the tunnel. On the slide, you also can see the models that are used and presented in Russia. And some of them were implemented in Arctic region, not for the oil and gas pipeline, but for other facilities. And since the geological conditions are very difficult in this area, the soil penetration method, with the use of mechanized tunnel complex with tunnel boring machines, is recommended to be used. After the construction of tunnel, we started to pull the pipeline. And in the work, I calculated the pulling force. And I also did the comparative analysis with the studied five projects that I mentioned before. And I also analyzed the language pipeline that connects Norway and UK, where the tunneling method was used. Even though it is not Arctic, but it had similar characteristics in terms of click height and shoreline direction. The comparative analysis showed the most compatibility with the Langley project and the Pobodentable stuff. Since the project is located in the ferrofrost area, it is very important to take into account this fact. And I did the calculation of soil resistance versus the diameter. And as I can see with the increase of the diameter, the soil resistance decreases. It means that we do need the special ferrofrost protection system. There exist different types. And for this project, the system of pulling devices are recommended. The last factor that was taken into account is the ice reaches protection. And as I described before, the force model was used to calculate the burial deck that seemed to be a free point of protection. To sum up, the micro-turning method was recommended to be used for the Wain-Graska field. In combination with the cofetan corridor to protect from waves and it depletes the possibility of shoreline erosion as well as use of cooling devices and branching of pipeline in the new shore area. On the basis of the study projects and environmental conditions as well as the practical case, I made a basic choice-making diagram for choosing the method of shore approach in the Arctic region. I also estimated, basically estimated, the possible negative environmental impact that seemed to be the most during the construction phase. And in the end, I also did the risk analysis to determine the major risks and to find out the possible risk reduction measures. In conclusion, I can say that today there exist several Arctic projects with the shore crossing areas and the method of trenching was and additional techniques were used to protect from ice ridges and melting. And among main Arctic challenges that should be taken into account are ice enrichment, prevalence of ice ridges and shoreline erosion. And Russian Arctic shoreline is subjected to a quite high version rate. For the practical case in the new Arctic field, I have recommended to use the micro-tanneling method and additional deep cooling devices and the attention of five lines to the test from ice ridges. And the diagram, as I already said, was established and the environmental impact on risk analysis was implemented. Thank you for your attention. I'm ready to use the first option. Thank you for your attention. For the force model, right? Yes. For the surface model, right? For the surface model, right? Yes. For the surface model, right? For the surface model, right? Yes. No, no, no. Силовая модель основана на том, что мы рассчитываем именно на глубину пропахивания, то есть P52 это именно глубина пропахивания. А, это не глубина укладки, а то, что вы в БЛД все делали. И мы ее и рекомендуем, что… Не очень большая в этом смысле, это я знаю. Еще вопрос. Это у нас программный проект, да? Он позволяет читать? Это в МЭПе. А, понятно. Еще раз. Какой же метод рекомендуете вы для проходки берегового церкви? Для окончательного. Тоннель. Тоннель. Для Ленинградского месторождения. Как уже сказал, для любого другого это надо смотреть климатические, природные характеристики. Книги. Среди. Среди. Русские. И тут различные пузырка подвода в домашнюю пункту. Консекция обработки представленной каструм мельчишек. В диссертации есть ссылка на документы, где они представляют концепцию. И это было взято. Ну что, лифт убрать в конце? Да, это все. Продолжение следует. Продолжение следует. В предрежной зоне есть вероятность повреждения трубопровода леденными торосами, и поэтому мы трубопровод не просто вкладываем на землю, нам его необходимо заглубить. И вот силовая модель была использована для того, чтобы посчитать. У меня уже сделано замечание о том, что это не глубина, а глубина пропахивания. То есть трубопровода леденными торосами составляет 32 метра, и соответственно трубопровод надо заглубить ниже. 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 В1502 Desa issued государство. Да. У нас есть такие в России? В России? Да, не совсем. В Якутии делали для жилищно-бытовых нужд. В Козле Рех também? Да. Да, но там не Арктика. Ну есть, я попробовала, я сходила с методами. Хорошо, еще вопросы. Прецензия в этом доцентам, как при разработке эксплуатации медицинских газовых месторождений, федеральному государственному производству образователь своего учреждения высшего образования в Санкт-Петербургского горного университета. В работе представлено практическое решение по выбору мерцового тропопровода на берег, на примере Ленинградского месторождения, в Санкт-Петербургском море. На основании детального анализа природотематических условий, с родственного анализа существующих технологий, авторам был предложен метод проектирования переходной зоны. Все исключения и результаты сопровождаются следующими инженерами решетами. Финальная часть посвящена вопросам действия на окружающую исследование в зависимости от стадии развития проекта. Магистрская диссертация может быть представлена значительно с исканием квалификации магистра и заслуживать высокое цену. А с исканием присвоение ей квалификации магистра по направлению подготовки медицинских газовых месторождений. Научный руководитель Золотой Монтарь Борисович. Я могу сказать, что, ну, всем видно, что она женского укола, что она обязывается на нашей программе, вот. Ей пришлось, вот, я прошу обратить внимание, она пиралифика. Она училась в первый год на двух программах. Одным временем. По целому ряду обстоятельств, что она не могла обеспечить, потому что на все время, на все время обеспечить. На геологии и на эти программы. Она там сдавалась, и здесь сдавалась. Все экзамены. В два раза больше. Такое, там, пиралификации ученицы. Так, вы не уйдете программы? Нет. Нет, сейчас нет уже, потому что нельзя сразу. На стоимость перешла, но это было все. Это надо было передавать все экзамены. Все те, которые в первый год, она учитывала, что в 52-й году такая. И там, только она закончила успешно. Можно, ну, по всей этой статье. Если закончится. Вот. Мне понравилось то, что она сделала очень хороший обзор технологий, туннелирование, прославчивание, заглубление по проводу. И вот на берег вот этот план, который используется в Соединенных Штатах, в Канаде, на берегу. И даже вот такой есть, который у нас в России через что я так читал, как я читал, это в Гарнице. То есть тоже эти вещи. К сожалению, приборы, с помощью которых прославлены, все немецкие, но они зато говорят, что это в хорошем качестве. Вот. Но нам надо это делать. Теперь по поводу вывода, видите, какое интересное. Потому что для Некрадского месторождения было такое, что нужно было, и там и заглубление нужно везде, а где-то вот в месторождении. Потому что они не постановлены. Вот это. Ну, по-моему, значит, профессор Дюбову предложили такое, что нельзя ли это постепенно. Там собрать. Не знаю, там что-то много месторождений будет. Да? Которые можно собрать. Не в 5-метровой, а в 6-метровой идет нормально. Проход будет гораздо дешевле, чем делать 5-метровой. 1-6-метровой, там 10-метровой. Там немеренно выпустят. Там дезоляция. Так вообще, на самом деле, микрофанулирование. Там и завязи нет. А плотные, там и так далее. Там, ну, не соль. Там только оттого. А так надо будет, если это глубоко там. Ну, и чтобы превратить самые важные эрозы в полочек. Не то, что там показано, что в случае, если при выходе трубопровода на берег не учитывать эти условия, то скорость эрозии на береговой линии может быть там до 3-х метров в год вообще назад. Ну, 5-х метров в год. Если мы за сто лет посмотрим, наша Российская Федерация уменьшится там на 20%. Не знаю. За счет того, что мы за береговыми воевали. То есть, мы самая большая страна в мире. Это не самая большая страна в мире. Это вообще не правда. За счет чего? За счет, конечно. Я как фонурирую. Не знаю. С одной стороны уменьшает, а с другой. Это прям китайцы, искусственные. Мы же строим искусственные стороны. А нам надо вот смотреть. Но потом это же, это проявляет. Если сидит на скорой фауну, то я же пересняю. И то, что эти вопросы подняты социальными. Я широко общаюсь. А фауну начать. А Физа спасибо вы вспомнили. Да, она на пользу Физа Павли. Интересно. Вот ты кто? Фору или не Павли? Не Павли. Пока не старой Фору. Да, да, да. Когда станешь старой, то это не стоит. Получить, да? Правда. А сейчас питаешься пока. Нет, ну я служу. Ну нет, больше так. Отлично. Спасибо. Я считаю, что заслуживают высокой осенью. Я бы хотел поблагодарить весь профессор, что ты подавляешься из состава Уфинсона, университета и университета с командой за полученный сайт. Следующий. Тин. 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 Экономическая центра. Концентрция с военья Аняштинского лицензионного участка. Научность правительства. Ставлю. Здесь, да? Да. Там, да. Там, да. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... 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 Also, the subsea production layout system was suggested according to this work and the further potential connection of the subsea system to the GPS platform was conducted. And as for the assessment of the final stage, it was also decided to conduct the modeling of the drop objects for subsurge subsea structures. Since it won in the 2015-2015 years, there were, according to the open statistical data, 95 accidents of such issue. This issue could potentially lead to the equipment damage and further environmental disasters in the nearest area of platform or nearest area of the subsea production system. So, according to the statistical data, it was taken into account that we would use the most frequent cargo which can be lost during the leaps and operations. So, it was decided to take a container and a drill pipe. When in the software SolidWorks, the simplification model was considered and the model and the final stage was connected with the amplification of these models in the unseased workbench software in order to conduct the input drop loading test. So, on this slide, you can see the potential subsea protection structures for pipelines near the subsea production system and GPS platforms. So, it was decided to take into account three possible variants. It's round form, square form, and triangle form, and on this slide, you can see the obtained results during the simulation. So, the first row is for the maximum equivalent stress for protection from drill pipe, and the second row is the total deformation for protection from drill pipe. And as for the next slide, the same structures, but maximum equivalent stress from the container and the total deformation from the container. As you can see from the slides, so I will just go back, this is for drill pipe and this is for container. So, for container, the stresses and the total deformations are bigger since the container has a bigger velocity in the water media and a bigger mass, a high mass, sorry. And as for the conclusions of the simulations, they are presented in the table. And as for the key conclusions of work, I should mention that climatic conditions of the region, hydrological conditions of the sea, and soil characteristics of the sea that were considered, the existing experience in the development of deposits of Saharin I to Saharin III projects were inspected and analyzed. Based on stage analysis, the possible scenario of development were conducted for Balutinskaya structure and Ayashiskaya structure, or three-tony nippling fields deposits. The loads of ice pools were populated on the potential GPS platform, the scheme of underwater subsea production system layout and connections to the Balutinskaya structure represented, and conducted models based on the SOLIDWORKS and SISWORK bench software to consider the impact. Now I would like to finish my presentation, and I would like to give my honor attitude to my supervisors from Duke University, Professor Jyriya Kolonijs Sazonov, and Professor from the University of Stavanger from Norway. I would also like to send my gratitude to the company of Gastronium Shelf, who sponsored my education. Thank you for your time. First question. Во-первых, it's not Ayashiskaya, but Ayashiskaya. I understand. Просто есть два термина, поэтому… Нет, Ayashiskaya is the only one of Ayashiskaya structure, and it's Ayashiskaya called Ayashiskaya. чно. On a authoritative source. But instead of Ayashiyka means Na defendks! And all of you… Yeah, withoutISkaya is a good answer, but don't allow any Mensch. Now… …to avoid Avina Teb or change onun permutations, a cowper which stands. Вы рассматриваете как с платформой, так и с подводнодобычными комплексами, вот они находятся на пределе, что подводнодобычные комплексы, там глубина 50-60 метров, это предельно допустимая глубина для установки подводнодобычных комплексов, и максимально допустимая высота глубина для установки гравитационных платформ. Как вы эти критерии обходили? Я обходил с точки зрения экономического расчета, то есть, соответственно, проводился расчет как раз по пяти сценариям, а соответственно, если устанавливать две гравитационные платформы, как я показал ранее в презентации, глубина моря на месторождении получается не только 63-73 метра, а на тритоне 60-100 метров, то есть для гравитационной структуры это довольно-таки серьезные уже глубины, поэтому с точки зрения использования материала и металлоконструкции получались очень дорогие структуры, поэтому экономический анализ давал отрицательный результат. Поэтому было принято решение использовать пятый сценарий, как я указал, это установка гравитационной платформы на меньшей глубине и установка подводного добычного комплекса, соответственно, на больше глубина. Второй вопрос. Как-то у вас там завышенные веса верхних строений, там 60 тысяч тонн? Информация взята с проектной документации предложения платформы для глубин 70-80 метров конструкторского бюро Рубин. И они 60 тысяч тонн в верхнем строении? У них так завязанно, да. Самая большая платформа стоит у Сахарина-1, там вес с верхних строений 50-53 метров. Ну, это инверинт. Ну, да, тут больше запасов. Ладно. Так, в принципе, у меня все. То есть по поводу платформы, я просто рассматривал этот вариант, потому что он был представлен в культуре, и были имеющиеся данные по нему. Концепция 1, пожалуйста. Ну, вот, знаете, значит, это ПСЛУ, да? Да. Литойстойком исполнитель. ПДК. И то и другое, да? Добычка и добычка. На одной структуре планировалось установить, получается, полгонный добычный комплекс, и с помощью райзеров, получается, откачивать продукцию на судно отгрузки хранения добычи нефта. Круглую добычу? Да. Вот это вот вопрос, когда на самом деле начали. Видно, что? Да? Видно, что это? Ну, интересно, что это? Да, спорно. А сколько применимость по ПСЛУ? Ну, вариант был опрошен, в любом случае, да. Потому что у нас и нет опыта, в принципе, использования таких судов на российском шефе. Вы пользуетесь этим ОБТК Сахалин-2, да? Да. Есть план использовать его также, да. Вопрос в том, что если вы говорите не только эксплуатации по ПСЛУ, вот терминал Малева, у них же первый вариант, когда поликпак стоял и в гречных родеющих, гульковый терминал отброски, посмотрите на снимках, как там они пытались увеличить срок эксплуатации этого гулькового. И вот температура, вот у вас, вы приводите минимальную температуру минус 47, а вот температура определяется не максимальной, ну или там не минимальной, а 5-дневку, потому что вот эта 47 градусов, она опять-таки... Я понимаю, это минимальная температура, которая наблюдалась на шефе Сахарина в этих участках. Нет, дело в том, что там требования к Сталин, вот здесь металла минус 44 тоннитры, движется 40 градусов. Да, требуется специальное исполнение, да. Так, это требования, когда объявляют, увеличат на 1-2. Скажите, профиль можно вот с названием разобрать? Разобрать. По сути, по графику у вас одновременно и жгод месторождения. То есть, в соображении это вы не сможете. Параллельная установка. Представляете, что такое обустраивание? В месторождении одновременно по объему строительных работ, позвонок технических работ и всего этого. Дело в том, что у меня... Получаете, добыча, которая абсолютно не нужна, всегда настрениться к конкретному устройству, о чем говорили здесь, с энергией и прочим. То есть, в очередное месторождение площадок идет в поддержку полки добычи. То есть, никогда никто не будет одновременно вкладывать деньги в такие проекты, чтобы получить на 5-6 лет пику, а вот это все мощности внешнего края. Дело в том, что эта схема просто вам не предположена обществом, поэтому я ее осматриваю. Да, хорошо, спасибо, я очень... Ну, не, не, не... Хорошо. Обществу скажи. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы. Доброщение. Доброщение, где вызван начальник МОДЕЛ, добыча нестигаться отрубливым. Магистрат, мобляшник, подготовьте ситуацию к тем, которая является актуальной для компаний, в споряжении которой находятся крупные рецензионные участки шедер-форазийских федераций. Часть из которых уже успешно разрабатывается. За время обучения в магистратуре обрядчик проходил производственную технологическую практику в отделе добычи нефти и газа ООО «Газпром» «Нефт-Шельф». Где закрепил на практике полученные знания в инвестиционной магистратской диссертации. Характеризуется как дисциплинированная ответственность в поддержке, поскольку входящих к исполнению производственных задач. Считаем, что магистратская диссертация, на том, на высоком научно-исследовательском уровне, заслуживает отличную оценку. Обязательно присвоение степени магистратуры науки и технологий. Научный руководитель отсутствует. Да, в конце рекомендации. Да. Магистрская диссертация, подготовленная автором, является качественным логически завершенным исследованием, имеющим перспектив дальнейшего развития. Диссертация отвечает всем требованиям к выпуску на практикционную работу, может быть допущена в публичной защите и заслуживает оценки отлично. А сам автор к присвоению и степени магистратуры науки и технологии. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Су. U. Такой вопрос. 25 один. Вы получили на основании. Только по давлению внутреннюю. Да? Да. hace то говоря. близкая. Но тоже побольше. Учителя, т.е. уклад hogger. По турецкому потоку. Там. По полуговоцки. 1 метр 5-6 тысяч килограмм. Я что-то с того немножко, да? Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Извините. Нет, конечно. Значит, что я могу сказать. Хороший исполнительный студент, открывающий хорошо. Все экзамены знаны и эффекты. Способности проявлены в разных дисциплинах. По поводу работы над дипломом, могу сказать, что действительно проявлены хорошие аналитические способности. Многие вещи сделал сам. Затем собрал материалку. Жалко, что чего нет, не хватает. Было минутной работы. Это посмотреть предыдущие работы. Сотни человек считали. Сотни. Посмотреть, насколько сильная разница, процент, который еще там. В 1905 году сделали. В 30-м году, в 65-м году. Экология, видение и так далее растет. Как изменится видение того, что является оптимально. И какая-то толщина глупого в бетонном покрытии. И диаметр трубопровода. И внутри давления, на которые растет. Было бы здорово с вами заметить. Потому что так будет, как он подвешен на лодке сейчас. Он там в себе, если в первый раз не видит. Это, конечно, недостаток. Но так, в целом, мне работа нравится. Хорошая, обещался хорошо, но вот умирает голос. Умирает, умирает, умирает. Ну, конечно, идти, идти посмотреть. Потому что это не очень сложный. Расчеты можно было сделать, соответственно, с различными. То есть, там есть сложность определенных. Как я говорила, это простоя. Не простые расчеты. Не простые. Не простые. То, что здесь написано, это простые расчеты. Можно было бы сделать. Переоценки пропустить. Вот. Ну, в целом, я считаю, что работа хорошая. К сожалению, профессиональная работа. Реклама, кто понимается, знаете. Все умеет считать, работа делать самостоятельно. Спасибо. 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 Да. Спасибо. Мне обещали. Наглудана тему. Островности проектирования лицбокровцев в условиях и безразводной части, как в хронуле. Научный руководитель. Термаком и цернаш. Спасибо. 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 Okay. The name of my masterpiece is Design Features of Offshore Facilities for Southwestern Color Sea Conditions. And as for tasks, the aim of my masterpiece is to analyze the possibilities of offshore facility design for a better field. And we have got three main tasks. Firstly, we have to choose the appropriate offshore construction. Secondly, we should select the optimal pipeline road. And thirdly, we should give some approximate economic evaluation for these offshore facilities. And as for example, I've taken Pobeda Field. Pobeda Field is located from 250 kilometers from mainland of Russian Federation. And total recoverable resources reach 130 million tons of oil and nearly 500 billion cubic meters of gas. If we talk about natural conditions, we should say that, for example, wind speed can vary from three to eight meter seconds. It's called marine climate, icing up of surface objects and vessels in any period of time, some current speeds and average weight rate. But if we talk about Arctic fields, we shouldn't forget about ice situation. And we have got different types of icebergs. There are debris, species, inclined icebergs, other types. And there are small portions of grounded icebergs at East Pryvnozemirski site. And it's vital to take into account this issue to design pipeline road in a safe manner. And in accordance with these natural conditions, it's possible to say that ice conditions is most crucial and dangerous compared to other conditions like wind waves and others. And ice environment makes us design offshore facilities in a robust and safe manner. And firstly, we have to choose offshore construction. After some analysis and in accordance with natural conditions, we can apply three types of platform. There are monotype platform, multi-light platform, and platform with massive cason in the shape of a 16-point stack. But if we talk about monotype platform, we shouldn't take into account, because this platform cannot accommodate two debris for the drilling of a big number of wells. That's why we have to select between this type and this type. And to choose the appropriate structure, some ice field impact was calculated. And for the evaluation of ice field impact, two standards were used. They are SP38 and ISOR. As for initial data, we have got the average ice thickness of 1.6 meters. And the width of support for multi-light platform, 22 meters. And for massive cason in the shape of 16-point star, it's taken 18.8 meters. After all calculation and modeling, I got some results. And it's possible to see that Russian norms and foreign norms give different failures because of various approaches to assess reliability. And we should choose this type of platform because massive support block in the shape of 16-point star takes less ice field. And moreover, it can withstand iceberg impact. And secondly, offshore field development includes pipeline road. And people talk about pipeline system. They are possible four variants. The first and the second variant of pipeline roads go from Pobedo oil field to Belushiya-Luba on Novae-Zemlya island. And the third and fourth variant of pipeline roads go from Pobedo field to the Harasaway and Yamaal Peninsula. And after some analysis, the fourth variant is the most suitable. Because in this case, we have brought some technological complexes for gas. Secondly, we can get around grounded icebergs. And thirdly, we can avoid icebergs with maximum drop. That's why we should range less pipeline in spite of high costs. And one of the problem is to check stability of this curved path. Because if we don't have sufficient stability, we should introduce chunkwards to avoid slippage or lateral movement of this type of pipeline. And I used, when I was in Norway in a subsystem company, I used similar software. And I performed the analysis, static analysis and dynamic analysis. The big difference between this analysis, that in this type of analysis, we consider a wave slots, current loads, and vessel motion. And we have got zero meter and zero point zero point zero point zero point zero meter lateral displacement for pipeline. It means that passive soil-resistant force is sufficient to keep the pipeline in stable manner and we shouldn't introduce any termpowers. Consequently, we can save some money. Talking about approximate evaluation of facilities. В связи с Россевертикомпанией, как массив блок, мы можем вытаскивать 1.3 миллион долларов, и на топсайе 3.1 миллион долларов. В связи с Россевертикомпанией, для создания по пикелинам, и для производства пикелинам. Our road is 650 km In conclusion, we have got very harsh conditions And it's necessary to develop ice management system And a lot of complex engineering services Should be made before field development Secondly, gravity-brace structure platform In the shape of 16-point star Is suitable And moreover, it's possible To couple this platform With subsea production system Thirdly, different pipelines roads were investigated And the fourth road is suitable Because we can get around icebergs And we shouldn't introduce turn points And branching gap should be additionally analyzed For shallow water areas Concluding I would like to express my great appreciation To Professor Gudmista, Professor Karuna Karan Professor Yermakov and Professor Zawutukhin For the valuable comments and wise advices In addition, I would like to say Thank for educational staff of Gudmika University And Stavanger University For support during my entire educational life Thanks for attention Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Vопросы? Вопросы? Ну, первый вопрос такой Вот Вы Вам запасы есть 130 миллионов Ага Грады 500 миллионов Почему Вы Начинаете Добычу Как Вы Рассматриваете Добычу только Грады Ну У меня В радиусе Сказано Что Нефть будет транспортироваться Танкерами Поэтому Я Не застрял на этом Внимание Потому Потому Что Это Была Не основная Цель Основная Цель Были проверить Устойчивость Приволенения Секции Трубокровода И сказать Нужно ли нам Вводить Поворотные точки Или нет То есть Вопрос Второй Если Вы Говорите Необходимо Создать Системы Управление Управление Трубокровода Вы Обратили Внимание На то Какой Процент Предположим Можно ли Стопроцентной Гарантии Обеспечить Ледовое Управление Тогда И трасс Трубокровода Тогда Криволенения Вашей ставки Не понадобились А так Вы увеличиваете Двину Трубокровода И Трубокровода Необходимо Не 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 Верну По Оценке Трудная обстановка С Айсбергей И Принимание Осад Айсберга 77 метров Чтобы нам ввести трубопровод с наименьшими потерями для соглубления, мы введем трубопровод по четвертому участку пути, где более глубокие воды, чтобы избежать максимально насадки айсбергов. В центре могут встречаться на мелководье айсберги, севшие на ней. То есть нам их надо тоже обойти. Тем самым предложим такой вариант. Конечно, если будут разрабатываться месторождение не в отдельности, а в совокупии, есть смысл строить какие-то технологические комплексы на новой земле. Но вот в рамках освоения одного месторождения такой вариант не более подходящий. У меня вопрос. Скажи, пожалуйста, у нас слайд четвертый климатическое условие. И вообще все слои отсутствуют клубля воды. А это самый главный, первый параметр, который определяет вид трубопровод. Точнее подхода. И вот он, Антон, это касается почти на 80% тех дипломов, которые мы сегодня слушаем. Какая глубина? А глубина в точке установки трубопровод 50 мм. А ты же ты, Альберт, который сидит там в 70 метрах. Он не приедет, не приедет. Он расслабился, на следующий год приедет. Ну, он поедет, потому что в следующий год все может. Другая. В следующий год. Скажите, скорость ветра 3,8 мм. Да. От 3 до 8 мм скорость. В секунду. В секунду. Больше места не бывает еще, да? Ну? Больше скорости ветра не бывает, да? Ну, максимально может достигать 15. Максимально. Но это... О чем вы говорите? Откуда берете? На косык? Да. Данные Роснефтью компании, они сделали это в 14-м году. Это их оценка для именно юго-западной части Горсторма. Потому что в северной части там будут чуть-чуть другие значения. А вот именно где-то это в восточной земельской части. Знаете, вообще, карты, карты, карты моря, это как бассейн. Во мнении, какой он теплый, как этот, как вот с трех. Вот сначала, на 8-м составе, либо вдоль новой земли, сюда, в юг, в восток, и опять вот такой, как этот, ну, указан, бассейн. Не может такого быть, что для ленинград в целом берегу это одно скоростью, а для победы другое. Так не бывает. Так-то надо быть внимательным. Так-то любишь. Неудрежность. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы делали общий вывод такой, что лучше всего, это вот про платформу, там, по основанию, говорят, все другие, да? Так-то есть. Ну, неудрежность, это, потому что платформы модные. Какое конкретное месторождение или локации вы имели в виду, когда вы имели такой общий вывод? Чтобы вы, ну, например, здесь... Для победы имена. А вот в целом, то, что вы говорили, вообще, как Карску море, какие конструкции наиболее, то, что вы делали отчетку за платформу, смотрите, какие конструкции на вашей территории? Ну, если мы говорим про все-таки Карское море, как бы, вот этот вот участок, то один из таких оптимальных вариантов, это карбитационная формула совместно с подводным добычным... Скажем, ну, где-то с... от пятидесяти до восемьдесят дней. А все восемьдесят добычные, когда платформы стоят уже, наверное, четыре метра, и исходят? Потому что там на этом участке по смерти было предложено четыре места в дело, пусть они по платформе. Там была глубина. Пятьдесят, семьдесят... десять еще там, семьдесят. То есть я взял для обеспечения десяток пятьдесят дней. Это понятно. Ваше мнение, вы имеете право сказать, что это ничего не сходило. Восемьдесят так, может быть, семьдесят. То есть там вся проблема, что главное – можно было разместить два дыровых состава. То, что тип монохот нам не позволяет сделать, то, что надо бурить большое количество скважин, а освоение характеризуется глубиной воды и качеством скважин. Я имею в виду, что для освоения места поторождения одним из решающих факторов для выбора какой-то конструкции – это кабинат и количество скважин. То есть нам платформа с тессоном основания позволяет налить два буровых станка для бурения большого количества скважин. – Быстрее? – Зачем? – Зачем быстрее? – Потому что у нас… Потому что у нас может такое быть, что будет установлена подводная наличная система. И нам выгоднее поставить одну платформу, чем несколько. Поэтому, особенно, потому что платформа… – Это там рекомендационный комплекс, это там нам направлено. – Платформа и подводный далечный комплекс. А подводный далечный комплекс, если вы говорите, а чем собирать вы бурить? Если вы биду вы переехали два месяца. – Ну, если у нас есть платформа, мы бурить будем с платформой. – Нет, платформа – это само собой, это отдельно. – Да, но я указал в своей медицинской диссертации, что, возможно, последние месяца, что я не рассматривал подводные обычные комплексы как отдельную структуру. В совокупности – да. Поэтому, чем бурить для подводных обычных комплексов, это не было целью моей диссертации. – Пожалуйста, у вас приведен расчет ледовой нагрузки для многоопорных платформ и отвода над живоподробностью массивного основания. Почему-то ваш ширина опоры многоопорной – 22, а одна опорная – 18. – Ну, что касается многоопорной – 22 – это я взял из документа СНФТ. Что касается массивного основания, то у нас это 16-конечная связь, да. То есть у нас есть наконечник. Я сделал предположение, что за место наконечника мы возьмем полукруг. И как раз его, если вписать этот круг в треукольник, то его будет радиус 18 или 28 минут. – Ну, это некорректно. – У вас опорная для одного, опорная для другого, да? – И у вас, получается, четырехопорная размером гораздо больше опоры, нежели одна опорная. У нас одна опора – 22 метра. Их четыре. – А 22 метра? – Да. – Представляешь, да? – Да. – А одна опорная на 18 стоит? – Да. – А если мы… – А если мы… – А если мы… – Платформу на четыре опоры – 18… – Потому что у нас 16-конечное основание может выдерживать нагрузку от Азербурга. А это очень важно для данных. – А какое же четырехопорное дело? – Ну, по моим данным, уже доказано, что 16-конечное основание, ну, выдерживает нагрузку от Азербурга, 1300 мегамм. – Да. – И последний вопрос. – Да. – У вас экономическая оценка. – Компания САВТЕ, значит, слева там, оценка господи видена. – Затраты на изготовление, что вы понимаете? – Затраты на установку. – Вот затраты на изготовление – 80 миллионов. – А затраты на установку – 13 миллионов. – А что это? – Кровопроводик – 650 километров. – Это больше на 100 километров, чем со штопом. – Ну, это примерно, сколько нам надо вложить в цветы, чтобы изготовить трубы. – Ну, это 650 километров. – Ну, укладывать, как-то, всего-то рыванс. – Ну, то, что мне в компании сказали, я думаю, они могли мне дать данные немного по цене. – Может, не в рубля? – Может, не в рубля? – Может, в промах? – Сообщи ссылку. – Нет, они давали мне доллар. То есть, я уже… – Доллар. – То есть, может быть, у них какие-то там инициативы. – Ну, вы, пожалуйста, когда накладываете свой проект на ссылку на компанию, делаете поменьше. И вообще не делаете ссылку. Вы делаете проект, отвечаете за своё решение, за свои предложения. У меня последнее, чтобы я был вильтёр, что-то принято для… Уже скоро будет 80-х, я не слышал, но когда… Чтобы кто-то допустил встречу Альберг с Альбергом. А ты, наверное, думал, что ты рассчитываешь на нагрузку на Альберг. Верны есть системы, которые контролируют, чтобы отводить Альберг, если придёт. Мы говорим, что классный проект, почему переделали? В одно время мы считали, что можно допустить Альберг. А когда наши заводные партнёры, мы объединили, сказали, что нет, такой риск на себя брать не будет. Должна платформа быть мобильной, съёмной, чтобы вдруг, если не удастся, отрицать от этого форматора, надо платформу снять, отвезти в безопасность. А вот вы говорите, что да, рассчитывать эту платформу наша будет выдерживать нагрузка Альберг. А когда? Что за Альберг? А откуда он вообще появляется? Там, вот он же закрыл перед новой землёй, да? А это уже я не знаю. Это с новой земли, я не знаю. Абсолютно. Это с новой земли, такая. Это русские. Да. За последние два года в Европу. Вот разность построили. Самые большие миллиарды, кстати. С осадки до 20 минут. Где-где? А самые большие альберги для Штокмана мы считали. 3,5 миллиона тонн масла. Это с другой стороны. А вы же говорите, что в мире? Что я говорю? Вы говорите, что в мире это самый крупный. С осадки. С осадки. С новой земли, откуда там такие возникли? С новой земли. С новой земли. С новой земли, да? С восточного. Восточный вечер. Да. 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 Большой вопрос, я читал. С чего церемонизм? Что меняют вообще там. До этого читали не больше возникли. Не больше вопросов. Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Деньги, я быт на главном специалистом отдела технической технологии обучается на шерфе ООО «Офтический научный центр». Благодаря вам. Магиттовской диссертации скрывает полуку поставленных задач. Стоит также отмечить полученный результат модельных статус диссертаций. Мы выстремли на практике мозга связанных со своими морских сетекатами с рождения кем-то шереном. Работа отвечает требованиям проявляемых магиттовской диссертаций. Магиттовской диссертации заслуживает оценки отлично. Научно-реподистик Федмаков Александр Иванович. Коллеги, спасибо. Я закончил наш праздник у каждого коллапа, а потом присоединился к этой программе. Я вообще с этой программы, я работаю уже много лет, но вот эта группа мне нравится больше всего в этой жизни. Они дружные, они помогают, чтобы было. И Енис вошел вот в эту группу. Честно говоря, по началу у него это не все получалось. Но он человек упертый, я могу сказать, упертый, настойчивый. Он преодолел все первоначальные проблемы, все необходимые объекты отворил. А в Надежде он немножко себя очень хорошо показал. Он работал вместе с одной надежной компанией по проектированию этого продукта. Он им понравился там. Он участвовал в расчетах. И многие результаты он применил в том числе вот в своей диссертации. Я думаю, что, так сказать, дальше будет такое хорошее профессиональное будущее в данную помощь. В заключении у нас сегодня дима 1. Схема работы «Конструкция защиты трубопровода от влияния и вибрации, вызваны при приобразовании и единых сороках». Здравствуйте, всем. Всем привет. I would like to parlour to my Master's thesis, um детizable по Пропроводанию «Пипeline protection against I-strigis and vortex-induced vibrations». Today I am going to tell you about the aims and objectives of my study, general information about the investigative region, I-strigis investigation, the investigation of vortex-induced vibrations and methods of pipeline protection. A pipeline that is built from onshore to a side may be exposed to different loads and my thesis is aimed to investigate the interaction between an ice reach and seabed to investigate the vortex induced vibrations of two pipelines and as a result to develop a possible concept of pipeline protection. Nowadays Sakhalin region is one of the most important regions for oil and gas industry in Russia. Besides onshore projects, it includes nine oil and gas offshore projects that contain 1.2 trillion cubic meters of gas and 5 billion tons of oil. And the fact that Sakhalin region gives potentially a big opportunity for oil and gas industry development makes this thesis to be of immediate interest. For investigation ice ridges, I learned the monography and mechanics of ice rick formation and further I calculated ice scoring depth using two models, force and energy. The difference is that in energy model, vertical displacement of an ice feature is taken into account. After the investigation of ice ridges, I obtained the following results. And the obtained results, comparing with other experiments made earlier, validates the, confirm the validation of my calculations. And moreover, energy model provides more accurate values for ice scoring calculations. Thus, gauge depth is 1.96 meter and gauge length is 170.9 meter. The next chapter of my thesis is dedicated to vortex induced vibrations. Cylinders exposed to fluid flow perpendicular to the axis experience flow induced motions. Excited by alternating vortices shredding the cylinder weight and forming the one carbon street. I investigated two models by means of using CFD modeling package open font. The first model has a rectangular shape with dimensions 40D to 20D. The cylinder center is located above the bottom at the distance 1.5D. The boundary layer thickness is 0.98 meter and Reynolds number is 3.6 multiply 10 in the power of 6. So, I obtained the following results. I obtained the following results. And comparing with other experiments made earlier, my calculations are all dated. And the second model for the investigation of VIV phenomenon is dedicated to modeling of VIV for two pipelines at a different distance between the cylinders. I tested three configurations. I tested three configurations. L equals to 4D, 5D and 6D. The initial parameters you can see in the table. And there is my obtained results. Analyzing the obtained results, I made the following conclusions. The first one is that vortices from bottom surface distort the symmetry of a cylinder weight. The second one is that as the distance between cylinders decreases, the water shading of the first cylinder induces the deviation of the trajectory of the second cylinder. And the third one is that the direct force is less in the second cylinder as the water shading of the first cylinder cost should be in effect. As a pipeline may be exposed to different loads, both in shallow and deep waters, it should be protected. And in the case of protection, the pipeline against ice regions, there are three general methods. Ice management, shielding and trenching. Ice management includes changing of direction of an ice feature by means of towing. Shielding, shielding. Shielding, it includes a construction of a protective structure. It is useful for local equipment. That's why I have shown them the trenching method of pipeline protection in shallow water. As vortex induced vibrations occur either in single span or multiple span, they should be illuminated. And there are four methods for illumination of three spans along a pipeline. Matrices and bags, trenching, rock damping, and mechanical supports. Matrices and bags and also mechanical supports are useful for local area or pipeline. Trenching is limited by the water depth and that's why I have used rock damping as a common use method for pipeline protection in deep waters. To summarize, this thesis is dedicated to protection of pipeline against ice regions and vortex induced vibrations. Two theoretical approaches were investigated in order to calculate their ice scoring depth and length. And moreover, energy model provides more accurate ways. The behavior of near-world vortex induced vibrations for condemned pipelines in three different configurations I investigated by means of using CFD package open form at higher noise number. Analyzing the obtained result, a possible concept of pipeline protection is to make a trench for length equal to 170.9 meter long and burrow the pipe at the depth equals to 1.96 plus ots diameter of pipe. And in deep water to damp a pipeline with the rock using 4-5 methods. In order to illuminate the freeze spans along the pipelines and reduce the vortex in the progression. So my focus is over. My focus is over. My focus is over. My focus is over. What is the water? What is the water? The water is the water. The water is the water. It's the water. The water is 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 the water. Последний слайд, где у вас заключение. Чем вы объясняете? У вас будет единица. Второй пункт. Пропахивание у вас 1,96? Да. Правильно? Да. А на глубине у вас вы пишете 1,96 плюс диаметр. У какого запаса? Это нет. Во-первых, это как минимум. Если брать запас прочности единиц, то надо заглублять на глубину пропахивания плюс полдиаметра. Полдиаметра в внешнем диаметре трубы. Это будет центр, где будет находиться трубокол. А на глубину, это минимальная глубина. Это 1,96 плюс диаметр. Правильно? Я не говорю об этом. Вы хоть какой-то запас оставляете для обеспечения безопасности? Нет. Здесь это не учитывается. Очень страшно. Как вы проектируете? Удивляйте. Вы инженер. Вы допадываете свой тепло. Вы уже заканчиваете инженер. Завтра вы будете проектировать. И без запаса будете проектировать с армией. Интересно. Инженером магистром. Даже магистром не инженер. Вопрос все-таки. Вот длина 170,9 метра. Как вы получили вообще? Я использовал две модели для расчета глубин. Я рассматривал две модели для расчета взаимодействия ледяного тороса с морских ног. И в модели энергетической модели, во второй, здесь учитывается, во-первых, то, что вертикальное перемещение ледяного тороса, то есть задается конкретная жесткость ледяного поля. И вертикальное перемещение является линейной функцией линейного перемещения ледяного тороса. В энергетической модели суть заключается в том, что кинетическая энергия, которая есть в начале, как начальный параметр, рассчитывается от максимальной кинетической энергии до остановления ледяного тороса. И вот когда ледяной торос остановится, то есть линейная энергия будет равна нулю, это и будет длина ледового копателя. Самое испирание торосов. Вы же какие-то параметрами торосовы взяли? Да. А откуда взяли вот эти величины торосов? Величину торосов я взял из статистических данных опубликованных. Из магистрской диссертации есть ссылка. Там опубликованы статистические данные для северо-восточного шельфа. Я взял из статистических данных. А теперь вот по вибрации. Вот Вы вибрации, я так понял, Вы исследуете цилиндры диаметром 1 метр, да, при скорости потока 3,6 метра, да, так? Да. А поток чего? Поток чего, я на первую? Да, поток течения. В течении там больше полутора метров нет. Я исследовал различные источники и подобных источников, опубликованных Тикотянским институтом в Владивостоке. По статистическим данным замечалась максимальная допустимая скорость течения 360 сантиметров в секунду. Поэтому, чтобы рассчитать критические значения ледового пропакивания, я дал максимальное значение. Подождите, тут вибрация у Вас идет от чего? От ледового пропакивания? Нет, нет, нет. От скорости течения? От скорости течения. А поток течением данных? На Сахаринском шельфе в максимальной скорости при дозном течении или даже поверхностном течении там максимум 1,6, максимум 2 может быть 1,65. Почему 3? Будет ли это вибрация при этих скоростях, вот когда у Вас вместо 3,6 будет 1,6, будет вибрация или нет? Да, но просто надо исследовать, моделировать и смотреть по результатам. Физику процесса, вот происходящее следующий процесс, у Вас скорость где там стоит, которая влияет на величину вибрации? Это не приоритет? Да, есть. Во-первых, число линольцев. Оно влияет... Число линольцев скорость там влияет? Да, скорость. Во-вторых, есть коэффициент сопротивления, который также зависит от скорости потока. И он определяет уже величину... Коэффициент сопротивления, он определяет величину продольных перемещений, продольных вибраций. Коэффициент подъема, он определяет величину поперечную. И в этих двух коэффициентов... Нет, я не про коэффициенты сопротивления. Вот Вы говорите, Ренольдс у Вас определяет. Ренольдс Вы задаете при скорости 3,6, которых нет. Вот я о чем разговор-то веду? 3,6 это где? Ну, что это? Нет, это скорость течения. Вот скорость течения 6. Вот, а о чем Вы говорите? Это же извините меня. Это водопровод. Таких скоростей... Ну, будем видеть. Как Вы посчитали число ренольдса для другого потока? Число ренольдса я посчитал, как... Взял скорость, умножил на полный диаметр, который мы ранее вместе, поделил на генематическую вязкость. На генематическую вязкость жидкости, которая находится на течении. То есть все это ироны нет? Да, да, да. Да? Да, это ироны трубы их. Ну, вот Вам... Майор Дмитрий спрашивает. Вот, ренольдс уменьшится в 2 раза, да? Вы... Даже больше, чем... Хотя высылаетесь на академические какие-то, но, в принципе, да? Опыт действительно 1,5,5. Коэффициенты Ваши, во сколько при этом умножить на коэффициент сопротивления? И как это сказывается в итоге на все эти Ваши расчеты? Если число ренольдс уменьшится в 2 раза... 2 раза. Коэффициенты как умножаются? Если число уменьшится, это будет... Какие там степени? Третий. Ну, там меньше единички, конечно. Да. Да. Это будет... Будет меньше. Ну, как раз, скажу, пожалуйста, на 30% уменьшится. Все-таки поясните природу вибрац. Почему это вибрац? Когда течение обтекает цилиндр, поток есть точка разделения течения. И поток, он обтекает цилиндр, соответственно, с двух сторон. И из-за скорости течения, когда поток, он отрывается от поверхности цилиндра, возникает завихрение. Поток начинает завихряться. Он завихрается поочередно. Сначала появляется один вибрид, он становится больше, и потом появляется снизу второй. Когда верхний вибрид становится наиболее большим, он отрывается. В течение, говорите, ламинарным или турбулентным. Турбулентным. Вот в турбулентном потоке, вы говорите, вот эти вот вибрии. При трех тысяч, трех миллионах числа и дольца, у вас масштаб турбулентной пульсации будет тысячные доли миллиметров в воде. А в каких замедлениях вы таких говорите? Какое причем мы так провисали? Глобовое сопротивление, да, отописи оказывает. Но причем здесь вибрация? И причем здесь число ренольца? Нет, это число ренольца с вибрациями. Тогда давайте считать изнутри тоже число ренольца. Вот вопрос, да просто чтобы физики процесса понимали. Вот предпоследний слайд, где методная защита. Турбулентный. Вот у вас вот мы снимаем, провисающий участок там, ну предположим, что 200 метров. И нижний участок, где там через 30 метров, предположим, вот она пирается. Где будет вибрация? Или в какой случае будет вибрация? Если зависит от скорости ренольца. Вибрации могут быть в любом случае. Как при пролете на одном, и так при... А, как я не хочу. Вот в этих участках... Совершенно вы понимаете, что это. Совершенно. Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста. Это касается Сахалин. Да? Да. Вам знаком монография, составленная на основные результаты проекта Сахалин-2. Павел Анатольевич. Павел Анатольевич. Там все проблемы. Он в два-троях. И глубины заглубления. И пространство трубопровода. Для кого были участия? Для глубокого для участия. Надо было хоть посмотреть этот материал. Он оборщел весь санит. Вы имеете виду монографию Вершинина? Да. У меня ссылка есть. Там он ссылка для него. Вот ссылка делала. Вот. Вот здесь сравниваются результаты исследования Вершинина, Катастрофа в монографии. С ними результаты не получится. Если вы занимаетесь замечанием в монографии, я думаю, что вам вопросов было бы значительнее больше. Вот, извините меня. Вибрации бывают при течении Дурфлана, потоков, из-за внутренних причин. Но вот, когда в течении океанских, вот этой вибрации я что-то, это по-моему, надуманное. Нет, вибрации, вызванные вихреобразованием от течения воды в море, они существуют, и есть множество исследований по этому поводу, так и для трубопровода, который лежит на морском дне, так и для райзера, там тоже есть такие же абсолютные вибрации. Извините, если мы проводим же на морском дне, без провисания, значит, нет, нет, именно с провисания, они возникают, поэтому и ограничивают нормы для людей, наши нормы, участки провисания ограничивают. Да, правильно, и поэтому я рассматриваю методы защиты уменьшения пролёта, методы защитания пролёта. Вот вы были в Магеле, там рядом труба, узорную лампу, там есть провисы 200-250 метров, видите ли измерения по вибрации этих толстей, нет ничего, в принципе, там есть очень большая протяженность. Я это трубопровод, я не рассматриваю методы. Ну, а хотя бы с литературой вы можете сказать, что вот эти явления были описаны в определенной литературе, в определенной литературе, в определенной литературе. В какой литературе? Есть литература, которой основной я пользовался, это зарубежная литература, написанная Саммер, первый автор Саммер, второй Фредсу. Публикация последняя была в 2006 году, она основана, написана на витродинамические силы, как раз таки в течении, в трубах и в течении самого моря про витре образования. Хорошо, спасибо. Играет у пути к нему, продолжение к votre методу и заслуживает акцен kı отлично. Научная высота позиции. Вот сидит, да, он сидит ноута. У меня, вы должны знать, что лаврин хороший парень, ну, как и все сами, парень, они нормальные ребята, играть задачами. Чисто,…. Немножко для меня сравнил профессор, который этим вопросом очень сильно занимается. Там тех, кто с этим описанки, вышли самые главные, и так далее, иначе с этим не учиться, я сейчас там вопросом взял автор. Валерин сделал то, что ему было сказано. Сделал это качественно и хорошо. Но Владимир Иванович задал вопрос. Разно меньше других. Он дает вам ответ, но не помнит. Мне точно такой вопрос, скажи, мы с тобой говорим. Откуда берется Рейнерс 3 миллиона, 3,60 миллиона число Рейнерса? Когда проблемное движение при 2500, извините. Трубок там. То есть это жутко. Бразводим надо на этот трубок. Вот, смотрите, вот. Что ты посчитал для трубы? Понимаете? Нет изнутри снаружи. Это не изнутри снаружи. Вот там ты и делал. Чтобы поливать на этот трубок. Вот эти трубок. Там такие вики будут. Там будет большая революция. И вики будет за счет табуленок. За счет карманской дорожки там сзади. И так далее. Но если это ламинарное движение. Карен будет. Морское. Там таких вещей не должно быть. То есть, я пойму из чего, Вадим? Что при всей практицификации и так далее. Вы решаете вопрос, которые являются неадекватными. Не совсем к тем задачам, которые ставятся. Что вы понимаете? Эти явления являются известными. Как сказали наши опыты. Преподаватели уважаемые. Да и две стандарты. Российские стандарты. И говорят, что для нас правительство больше чего-то, чтобы не было таких. Даже если это будет суперфитическое течение. А на самом деле, получается, что течение-то маленькие. Полтора метра в секунду. Ну, это нормальные течения. Ну, там никакого их не было. Ну, просто невысокое. В принципе. Понимаете? Я не хочу в дискуссии развиваться, потому что в самом себе. Он не первый в такую работу, в задании этого папа или мата. Они похожи все работают. Всегда одни и те же вопросы. Какие же это, говорят, и скорости? На трубу в них проникать. Ну, и опять, когда-то нет. Потому что, если мы сейчас начнем с вами вместе считать, правильно? Это разданут. Ну, не получится. Я сейчас посчитал. Это 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч. Ну, ты 25 тысяч. А у меня 100 всего. Не тысяч. Не тысяч. Ну, да. Да. Нет, 36 метров в секунду. Вы посчитали эти трубы. Нет, почему? Ну, если вот открытое русло и взять вот этот профиль, то совершенно другое будет. Там будет вначале ламинарное текание, а потом... Нет, ну, как читаете ремонт? Там нужна. Нет, нет. И колебания, надо говорить, а не вибрация. Вот, что опасно для такого провисания, это просто колебания. Да, совершенно верно. Да, с какой-то частотой. Ну, если там один герц там, ну, или меньше. Да, совершенно верно. А вибрация это... И вибрация вот высокооборотная. Так что, с точки зрения... Я хочу просто закончить, чтобы не открывать дискуссию здесь, вот на эту тему. Работа, она выполнена в соответствии с тренинг, которые были сделаны. С точки зрения пакета программы у него разорвался. Он там сделал декоративное совершение, кажется, в большинстве и так далее. То есть, я считаю, что его работа вот в плане вот... Вычислительность, что ли, да? То, что поставлен профессором на армейском уроке, на армейском уроке, или на китайском, вот это сделано, качественно и хорошо. Хотя, значения есть. Я не то, что... Пожалуйста. Возьмите внимание вращательное на практическую сторону. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...